Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. И сегодня у нас на одном из современных календарей 26 мая 2016 года четверг, а на одном из старинных пятый день месяца ветров 7524 лета вторник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Новая экономика потребительской кооперации». Ну, так почти что НЭП, только более современный. А вот насколько он с НЭПом пересекается, тех времен постреволюционных, насколько не пересекается, и что у нас нового здесь, и насколько это вообще с друг другом соотносится, мы как раз узнаем от нашего главного соведущего Сергея Грошева. Здравия, Сергей! Здравствуйте, здравствуйте! На связи! Да, помогать нам будет наш старый знакомый Юрий Тяжлов. Здравия тебе, Юрий! Всем здравия! Я предлагаю, Юр, поскольку ты лучше знаешь Сергея, представить его нашим радиослушателям, ну и внести такую изюминку нашего эфира, от себя что-то сказать, ну, начать такой почин. Пожалуйста. Благодарю. Вопрос подняток операции. Во-первых, вроде как избитая достаточно тема, о которой многие слышали. Может быть, кто-то сталкивался. Те, кто еще был, жил в Советском Союзе, тоже об этом слышали. Но я думаю, что те, кто сейчас сталкиваются с кооперацией, с кооперативным движением, они знают гораздо больше об этом. И я с удивлением совсем недавно увидел еще определенные грани кооперации, которые позволяют, скажем так, даже перейти к вопросу решения мировоззренческих проблем, стоящих перед обществом. Кооперация позволяет решить вопросы, в том числе жилищные, продукты питания, промышленные товары. То есть обеспечить практически всем, чем необходимо, то общество людей, которое решило собраться и самостоятельно, скажем так, решить эти вопросы. И здесь, конечно, нужно очень выделить вопрос, связанный с продуктами питания. Я думаю, что очень много будет сказано Сергею Ивановичу на этой передаче о продуктах питания. Я не буду сильно заостряться, но учитывая знания, которые есть и существуют о человеке, можно сказать, что продукты питания оказывают очень серьезное значение на развитие человека, на его сознание в том числе, на загрязнение его организма. И, к сожалению, люди на это внимание обращают или обращают слишком поздно. И это один из важнейших вопросов. Дело в том, что производители сельскохозяйственных продуктов в погоне за прибылями, в погоне за, скажем так, рынками, они совершенно используют не, можно даже сказать, не человеческие технологии, которые не то, что не адаптированы человеку, а просто вредят. А на периоде достаточно большом, когда человек не замечает изменения, это, в принципе, происходит накопление. То есть временной достаточно большой период. Если в течение короткого времени этого не происходит, ну, как бы видимых изменений в организме человека, то это происходит в длительном таком режиме, и человек этого не замечает. В принципе, вот этим и пользуются производителем. Еще раз говорю, решить вопросы полностью законным способом, то есть собственного обеспечения сельскохозяйственными продуктами и другими продуктами позволяет кооперация. И вот, обращаясь к Сергею Ивановичу, прошу рассказать о способах решения и вообще о подходах, как это реализовать. Потому что есть не просто теоретический, такой идеологический подход, есть практический опыт. Передаю слово Сергею Ивановичу. Спасибо, Юр. Ну, ты вот тут сказал, что... Да, давай, Сергей Иванович. Сергей Иванович, давай тогда начнем, наверное, с самого-самого начала. Вот все, что Юра попросил, наверное, да, об этом мне надо очень подробно сказать, но с самого начала давай все-таки начнем. А зачем вообще нужна вот эта кооперация? Что такое есть кооперация? Вот с этого и надо начинать. А потом уже мы начнем развивать все плюсы этой кооперации. Все правильно, мотивы, да, скажем. Да, мотивы. Зачем, да, зачем? Все начинается с мотивов. Для чего нам вообще об этом говорить? Для чего нам этим заниматься? И что такое вообще эта кооперация? С чем ее едят, да, скажем? Вот на самом деле кооперация, хоть и слово замыленное, да, скажем, но, я так думаю, на уровне подсознания у народа, ну, может быть, ассоциация уже с кооперативами будет или сталинские колхозы, да, там первое, что что-то плохое такое, да, к примеру, загоняли людей в колхозы, или горбачевские джинсы-варенки, помните, вот эти кооперативы, которые возникли, да, скажем? Ну, или даже вплоть до того, что бутылка водки на троих скооперируемся, да? Не, не, там еще был вариант, помнишь, когда знаменитая «Большая перемена» когда-то смотрел на него, говорит, а что ты мне глазки-то строишь, а тебе еще должен кооператив в соль строить, да, там? Ну, да, да, ну, вот я имею в виду так сказать. То есть еще были кооперативные квартиры, кооперативные гаражи, вот помнишь, там фильм «Гараж» был знаменитый. Да, 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 фильм «Гараж», «Кооператив», вообще что-то, что-то такое, что люди попереругались и неизвестно к чему пришли, да, скажем. На самом деле потенциал кооперации, ну, в моем представлении, в моем видении будущего человечества, я ничего другого не вижу, кроме кооперации, единственное, что тот смысл, который вкладываю я, и тот смысл, который другой человек может вкладывать, да, вот надо здесь, как бы, критерии и понятия определить. Мы их определим в результате, я думаю, у нас время есть, да, скажем, мы об этом побеседуем, но вот, получается, давайте понятийный аппарат сформулируем, да, скажем, мы будем под кооперацией понимать и самоуправление общества, да, скажем, и объединение усилий, и общие цели, цели полагания, да, скажем, то есть это будет, ну, не только юридическая кооперация в виде потребительского общества или сельскохозяйственного кооператива производства, то есть мы будем говорить о кооперации вшире, а, скажем, объединение людей для решения общих задач, да, скажем, вот, ну, в таком плане, то есть больше в мировоззренческом плане, потому что на сегодняшний день основная проблема, которая стоит перед человечеством, это наша разобщенность, это, скажем, индивидуализм, поставленный в качестве основной цели человеческой жизни, да, скажем, эгоцентризм нашей жизни, то есть получается, мы, общество, созданное Богом для того, чтобы каждый жил во благо других людей, пришли, ну, не будем говорить в результате чего, к тому, что каждый живет для себя. Это основная проблема нашего общества, да, скажем, и вот изменение этого стереотипа, да, скажем, в том числе через кооперирование, объединение, поставку общих целей, это и приведет рано или поздно, ну, я думаю, даже рано уже назрела эта ситуация, уже, скажем, это не просто слова, это уже есть, ну, не знаю, в биополях каких-то, в эгрегорах эта информация, ну, она уже есть, она в разных местах появилась, осталось только ее материализовать уже в нашем мире, вот, материальном, да, скажем, общество будет другим, то есть, ну, я в этом уверен на тысячу миллионов процентов, да, в ближайшее время будет другим, потому что по-другому не может быть, это закон мироздания, да, скажем, мы должны жить так, как, ну, нам предопределено, скажем, свыше, да, просто мы этот путь долго искали, мы долго тыкались, ну, вот, много проблем у нашего общества возникло, но мы этот путь уже нашли в качестве идеи, вот, скажем, мы об этом поговорим, да, обязательно, но вот сейчас мы вернемся к мотивации, да, то есть, почему сегодня надо этим заниматься, почему мне это надо, да, почему это нужно вам, вот, на сегодняшний день можно обозначить несколько таких проблем, которые касаются абсолютно каждого нашего слушателя, абсолютно каждого из нас, о еде мы уже сказали, да, к примеру, об экономике тоже можно сказать, мы видим, что экономика у нас ненормальная, да, скажешь, то есть мы, имея 12 гектар на человека в среднем в России, мы, имея запасы нефти, газа, угля, никеля, магния, там, не знаю чего, ну, скажем, прекрасные реки, озера, леса, климат, там, ну, огромная страна, мы живем, можно сказать, что не самым лучшим образом, да, к примеру. Сергей, сейчас на тебя политики, сейчас на тебя политики. Не-не-не, я имею в виду, в смысле, тут не о политике, а о том. Это сейчас скажешь, что ж такое-то, вот Сергей тут нас, Сергей Иванович, поносит нас, мы тут стараемся, ночей не спим, народа трудового, там, глаз не смыкаем, трудимся, себя не жалеем, а он говорит, все у нас плохо, экономика у нас плохая. Нет, у нас все, наоборот, прекрасно, как бы, да, скажешь, у нас замечательная страна, замечательный ресурс, замечательные люди, лучшие люди в мире, скажешь, да, просто, ведь мы вот остановились в своем развитии, скажешь, то, что вокруг нас, это что, это конец цивилизации, что ли, я не говорю о том, что это плохо, я не говорю о том, что это хорошо, я говорю о том, что есть в моем, по крайней мере, представлении другое общество, которое бы жило лучше, которое меньше бы, скажем, наносило вред природе, люди между собой бы общались на другом уровне, ну, скажем, меньше зла было бы, да, там, ну, условно, скажем, коммунизм, то есть мы живем технологически уже при коммунизме, потому что на сегодня можно всех обеспечить, абсолютно всем. У нас гнилая система распределения. Причем даже не о стране, Россия можно говорить, а о планете Земля. На сегодня технологии позволяют абсолютно всех накормить, одеть и обуть самое лучшее, самое прекрасное, самое замечательное. Вопрос, почему мы это не делаем. Если вернуться к России, то у нас в стране по официальным данным получается 5 миллионов людей заняты в сельском хозяйстве и где-то порядка 9 миллионов человек занято в промышленности. Это данные центра занятости, 2013 год по-моему. По данным Минсельхоза внутренним, получается где-то порядка 3 миллионов человек заняты в сельском хозяйстве в стране. И официальные данные, если сравнить с этими 3 миллионами продавцов, официально 11 миллионов, лиц занятых в торговле, допустим. Порядка 5 миллионов занятых в риелторском бизнесе и всяких аренды, маренды и так далее. Понятно, чиновники, бухгалтеры, юристы и так далее. Это надстройка, это все не производственный сектор, это все распределение, банковская система. Ведь это ненормально. То есть это все бездельники называлось раньше. Ну давай так, не бездельники, скажи, это люди, это заложники системы. Есть система, в которой максимальные доходы имеют банкиры, политики, юристы. Это пирамида общества. То есть у нас сейчас немножко другое. Раньше были наверху цари-короли, к примеру, и так далее. А сейчас, получается, будем считать, в современном обществе, в самом низу находятся условно крестьяне. С моей точки зрения, получается, человек труда, который работает на земле, получает меньше всех. Хотя он кормит абсолютно всю систему. Так вот я про то и говорю, Сергей. Получается, что у нас? Получается, интересна такая структура. Раньше кто что-либо производил, это называлось дело. Да. А сейчас у нас делом называется все подряд. То есть бизнес – это вот и есть как раз иностранное, это гадкое слово, которое означает дело по-никнему, если не по-нашенски говорить. Но сейчас делом бизнеса называется и качание денег из воздуха. То есть спекуляция, обман. Деревативы, пирамиды, всякие претчерезы. Да, что угодно. Вот это все. А где результат? Вот мне хочется сказать. Вот вы качаете деньги из воздуха, а результат вашего труда где? Где достояние? Какие-то материальные средства? Результат этого труда – это существование паразитарной системы. Вот. Я говорю, то есть бездельники это называется. Я, значит, правильное слово назвал. Паразиты-бездельники. Ну вот паразит – это большой бездельник. Я более грубый. Вот я более грубый, чем ты. Вот более грубый. Нет, а я считаю, знаешь, бездельник – это человек, который, может быть, лежит на лужке, ничего не делает, но никому не мешает. А паразит, он специально создает систему, в которой человек труда на самом нижнем уровне находится. И он оттуда не поднимется, понимаешь? Потому что паразит именно его загнал туда, создал систему, в которой этот человек не может подняться. Потому что как только он поднимется, и вот как раз кооперация – это тот путь, который позволит человеку труда вырваться из этой системы паразитарной, да, скажем. Мы, в общем, избавляемся от паразитов, избавляемся от паразитов и бездельников одновременно, избавляемся от спекулянтов. Ну, спекулянты и ростовщики – это вот как раз-таки те две структуры, так, да, скажем, которые, в принципе, всем остальным не дают возможности, ну, нормально жить и… И вот от них избавляемся, понятно. То есть наша задача – избавляемся от паразитов и бездельников. Давай, вот это очень большая проблема. Знаешь, вот как бы несколько лет назад я очень много лет посвятил своей жизни, ну, вообще всю свою жизнь я посвятил работе с колхозами, да, сельскохозяйственные производственные кооперативы. То есть это еще то, что осталось, будем говорить, со времен… Ну, знаешь, это даже не к Сталину надо обращаться, это со времен, ну, древнего уклада нашей цивилизации, да, как бы. То есть у нас люди раньше трудились общинами, вот насколько я знаю, да, скажем, то есть люди, ну, кузнец сделал свою работу, пахать свою работу, да, как бы, ткач свою, но эта община как бы друг друга снабжала вот всеми необходимыми для себя вещами, да, получается. Продуктами, да. Да, и делали столько, сколько нужно, да, как бы, то есть там, скажем, мастер, который изготавливал телеги, он делал телеги самые лучшие, ну, в селе возьмем, да, к примеру, ну, у человека была телега сделана под его вкус, под его, там, размер, лук он там ему делал, если там говорить о оружии каком-то, тоже под его руку, под его, ну, под его желание. Это было самое лучшее и было столько, сколько нужно, да, скажем, а вот, получается, эта система, вот я говорю, с колхозами до сих пор, вот, как бы, посвятил свою работу с колхозами, это сохранилось еще оттуда, да, то есть на сегодня в стране у нас, ну, от живых осталось порядка 8 тысяч сельскохозяйственных производственных кооперативов, да, вот, это люди, которые, ну, до сих пор еще работают под другим принципом. Я об этих принципах отдельно хотел бы поговорить, да, скажем, вот, но, получается, сегодня есть возможность, вот, на основе кооперации построить новое общество, скажем, вот, имея эту базу, этот потенциал, 8 тысяч хозяйств, да, как бы, кооператив, представляешь, что такое, это же серьезное очень задел, да, это люди, которые живут по принципам общинным, которые сохранили еще у себя механизмы распределения этого продукта между всеми, да, то есть нету там, допустим, паразита хозяина, да, да, скажем, которые призывают весь результат труда, потому что он, ну, самый главный, да, как бы капиталист, скажем, да, то есть вот эта система, которая нам навязана, да, индивидуалистическая, а это люди, которые живут единым миром, единым, как бы, коллективом, они выбирают себе председателя, один член, там, один голос, вот, очень важный момент, да, и это все, скажем, вот, как раз те другие принципы, которые могут изменить общественное сознание и изменить, ну, мир, получается, по-хорошему, да, вот, на сегодня, получается, у нас, скажем, вот, эта система, где крестьян совсем немножко, где совсем немножко рабочих, да, и вот мы говорим, от паразитов надо избавиться, да, вот ты говоришь, да, скажем, что как раз, ну, понимаешь, в чем дело, вот я когда начинал, я думал, что я должен помочь колхозникам, я должен наладить систему сбыта их продукции, переработки, но вот в последнее время начал понимать, ну, хорошо, вот мы сейчас имеем реальную возможность в двух, в трех, в пяти, в десяти, двадцати пяти селах построить коммунизм, то есть, скажем, если у нас там, условно, мы решаем вопрос топлива, не нефть покупать и не электричество, а, скажем так, перерабатывать зерно на спирт, перерабатывать отходы животноводства на биогаз, мы становимся автономной замкнутой системой, мы всем себя обеспечиваем, да, я вот, не знаю, с учеными там общался, речь идет о биопластиках, биоразлагаемой пластике, который производится из спирта. Мы себя можем обеспечить через 3D принтеры, ну, максимум-максимум всякими разными вещами, которые, ну, необходимы внутри этой системы, да, скажем, продавая эко-продукты там в ту же самую Москву или в Европу сертифициров, мы можем зарабатывать деньги, на которые спокойно покупаем в Китае планшеты, и мы закрытое автономное общество. Ну, вот теперь вопрос возникает, что делать с городом, что делать, допустим, с Москвой, в которой сидит там 11 миллионов, как бы, людей-экономистов, там, юристов, что делать, там, не знаю, я в Пятигорске живу, да, как бы, у нас тут продавцов, получается, на человека на одного-пять штук, да, к примеру. Вот эти же люди тоже наши собратья, это же, ну, как бы, наши братья и сестры, да, как бы, то есть, если мы, условно, сейчас какая-то группа труда, вот, трудового, да, вот этого, не паразитарного, как бы, с нашим представлением части общества, вдруг себя обеспечили всем необходимым, да, избавились от расставщиков, им не нужны банки, да, как бы, у нас внутри система работает, избавились от продавцов, потому что, мне надо ничего продавать внутри себя, да, скажешь, то есть, у нас там своя система, может быть, жизнеобеспечения и взаимной, ну, там, мены той же самой, да, скажем. Вопрос, что делать с людьми, то есть, получается, на планете Земля сейчас уже производительным трудом заняты, не знаю, там, сколько процентов, 5-10 процентов населения, остальные, в результате того, что технологический процесс уходит вперед, остальные люди занимаются сейчас, вот, как бы, перераспределением, экономисты там что-то считают, юристы там друг с другом спорят, как бы, как продукты этот поделите, кто у кого что забрал, вот, и ведь этих людей некуда деть, понимаешь, и вот на сегодня общество стоит на таком, знаешь, на перепутье, да, налево пройдешь фашизм, направо, скажем, коммунизм, вот, к чему это говорю, на сегодняшний день паразитарная надстройка выстраивает систему, в которой должны быть уничтожены очень много лишних людей, ну, просто вот реально, да, скажем, что чем занять этих людей, управлять ими, да, как-то тяжело получается, слишком много их расплодилось, мы не подконтрольны становимся вот этим, в общем, стереотипом управления, да, скажем, ну, и вот, допустим, можно представить, что экономически ситуация ухудшается, продукты питания ухудшаются, однозначно, это можно сказать, да, как бы, мы от натуральных вещей уходим, уже у нас вместо продукции пищевой, химическая промышленность, да, работает, которая упаковывает, не знамо что, в упаковке красивой, мы это едим под видом еды. Экология вообще ужас, да, скажем, то есть буквально уже острова, вот я информацией недавно обладал, что там где-то в Тихом океане, что ли, остров размером с Техас, мусора, остров мусора, говорят, что это остров уже размером с Австралию стал, да, я вот был в Индии, видел, что там по обочинам творится, а что далеко ходить, наши свалки, да, скажем, мы же просто это не афишируем, я к чему говорю, что создана система, где люди-то потихонечку вымирают, вот скажем, пластики, вот я не знаю, эта тема в последнее время беспокоит, те пластики, из которых мы пьем воду, говорят ученые, что там выделяется черти что из этого пластика, то есть когда мы его делаем, там не только полимеры, там какие-то вещества, которые очень плохо действуют на щитовидную железу, дальше эти пластики забивают русло рек, забивают дно океана, да, скажем, эти кулечки на деревьях висят, это эстетика нарушается, у нас глаз, скажем, не радуется, а мозолится вот этими всеми кульками, и самая последняя проблема, при сгорании эти пластики выделяют диоксины, которые являются жиростворимыми веществами, насколько я знаю, накапливаются там в тканях животных, которых мы потом, допустим, употребляем в пищу, и это все, ну, результат страшный, да, то есть получается, как бы, куда не ткнешься, еда, отрава, да, скажем, экономика работы сокращается количество, негде работать, да, как бы и там программистов, юристов и перепродавцов уже слишком много, да, скажем, их уже не хотят кормить, вот, экология тоже отвратительная, а что делать, да, скажем, то есть получается, ситуация ухудшается, да, и этих людей, можно сказать, что, ну, система списывает, да, со счетов, то есть у меня нет работы, я не могу вылечить зубы, я не могу пойти к врачу, там, и я обречен на вымирание, правильно, у меня отвратительная еда, я заболеваю, умираю раньше положенного срока, это фашизм, как бы, это, получается, уничтожение человеческого населения, да, скажем, а второй вариант, который, вот, как бы, коммунистический, ну, не в том плане коммунизм, как, вот, допустим, стереотипы какие-то сложились, да, что с туфли там Никита Сергеевич стучал, там, да, скажем, не об этом речь, а о коммунизме настоящем, когда, скажем, община обеспечивается всем необходимым, когда, скажем, производительный труд все понемножку выполняют, то есть не 10 человек работает, а 100 распределяет их труд, а 110 человек все вместе, не знаю, там, 3 часа в месяц, 10 часов в месяц производят все необходимое друг для друга, все насыщаются, все получают самые лучшие продукты, ведь мы, ну, по-хорошему, могли бы в России производить все натуральное, натуральное молоко, натуральное, там, не знаю, натуральные овощи без всякой химии, без всяких добавок, все это совершенно реально, да, скажем, но мы вместо этого, получается, строим какие-то там особо эффективные заводы, начинаем завозить мегатонны пальмового масла, потому что мы гонимся за прибылью, потому что у нас цель не благо друг для друга, да, скажем, а прибыль, вот это просто мозги у нас забиты этой прибылью, этими деньгами, то есть мы даже уже, ну, не понимаем, о чем идет речь, зачем нам деньги, нам деньги нужны для того, чтобы купить молоко, нам деньги нужны для того, чтобы построить дом, ну, ведь это же можно сделать и без денег, да, по-хорошему, ну, скажем, цели общества, то есть вот если мы сейчас поставим себе цель обеспечить друг друга всем необходимым, мы эту цель можем реализовать в течение пяти лет, понятно, что у нас сейчас нету людей, которые, ну, будут так же думать, да, скажем, понятно, что сейчас вот проблема в голове у всех, проблема в том, что в голове у нас неправильные представления о будущем человечестве, мы даже по-хорошему в большинствествуем и не задумываемся об этом будущем, кто мы такие, чтобы думать о будущем, да, ну, так же получилось, просто чей говорит, я что могу сделать для изменения мира, вот у меня этот стереотип сломался, да, скажем, я понимаю, что лично от меня зависит будущее человечества, так вот скажем, да, То есть я понимаю, что это звучит слишком, может быть, амбициозно. Но свой мир я могу построить. То есть я могу взять и объединить вокруг себя каких-то людей. Я могу увидеть, по крайней мере, пусть хотя бы перспективы, что можно сделать для построения другого общества. И что это за общество. И почему в этом обществе будет хорошо каждому человеку, а не лично мне отдельно за счет того, что я не работаю, а 10 человек меня обслуживает. То есть быть рабом – это плохо. Но быть рабовладельцем – это по-хорошему еще хуже, чем быть рабом. А мы сейчас в такую систему влезли, что каждый мечтает стать рабовладельцем. То есть я к чему это говорю? Рабовладельцем или паразитом. То есть не производить материальные блага, но потреблять их, или, скажем так, потреблять больше, чем производишь. И вот в последнее время я очень часто начинаю это на уровне понимать энергии. Вот если взять, что каждый человек – это элементик какой-то суперсистемы, которая потребляет энергию и выделяет энергию. И вот если представить, что каждый элемент в среднем потребляет энергии больше, чем отдает, эта система обречена на вымирание. То есть да, какой-то отдельный элемент потребил энергии от 10 других элементов и процветает. А какой-то элемент недополучил ее и погибает. И вот получается, на сегодня человечество развивается по принципу раковой опухоли. То есть клетка организма, скажем, выполняет какие-то функции. Вот каждый человечек – это функция в единой нашей системе, в едином этом человеческом муравейнике. И вот каждый человек должен свою функцию выполнять, так же, как в организме печень свое, сердце свое, легкие свое. И вот что такое рак? Клетка просто перестает делать то, что ей положено. Она просто потребляет питание, потребляет кислород, размножается, растет и, скажем, уничтожает все остальное вокруг себя, и весь организм погибает. И вот так же люди стали этими клетками, которые хотят потреблять и ничего не отдавать. Люди забыли о самом главном законе, ну, законе, который в каждой религии есть. Да, как бы возлюби ближнего, как себя самого. Да, как бы отдай чуть-чуть больше, чем ты получил. И вот просто в этом случае система наша человеческая превратилась бы, ну, в рай на земле, я не знаю, это по-другому не скажешь. Да, как бы если бы каждый хотя бы на полпроцента отдал больше, чем потребил. Да, скажем, если мы говорим о зерне, да, к примеру, я 10 килограммов зерна съел, но я вырастил 11. Да, если мы говорим там о каких-то других вещах, там я износил три пары штанов за свою жизнь, да, скажем, но сделал четыре, мы бы все жили при коммунизме, согласны вы с этим, да, скажем. Вот просто получается мировоззренческая проблема, что мы неправильно ставим цели своей жизни. И вот очень интересную недавнюю книжку начал читать, это Сан Саныч Зверев такой есть, да, там о политике трезво. И вот он там речь ведет о мировоззренческом сдвиге. То есть вот такое понятие очень интересное для меня было, не знаю, поделюсь. Вот, допустим, в свое время была система арифметической, ну, римские цифры, да, скажем, вот эти иксы, там, эльки, римские цифры. Вот представляете, сложение и вычитание этих чисел, какие-то правила были, то есть были специальные люди, которые годами обучались, чтобы складывать и вычитать, а простой человек не мог это сделать, это была тайна за семью печатями, ну, то есть сама система исчислений была очень сложная. И вот появляется арабское исчисление, да, арабские цифры и новые методы сложения, умножения, вычитания, когда каждый человек не за 15 лет, а буквально за 3-4 урока осваивает сложение, вычитание, умножение, деление. И каждый человек самостоятельно может исчислять, да, там, вычислять. Представляете, да, допустим, какие тектонические изменения в человечестве произошли, вот что они перешли от одной системы счета к другой. И вот на сегодня, получается, я представляю именно такой же сдвиг мировоззренческий, когда мы от системы, ориентированной на «я», я-центрической системы, переходим потихонечку к системе, ориентированной на «мы», да, вот как бы коллективистской, когда моя жизнь посвящена не мне, не удовлетворению моих потребностей, да, причём потребностей, которые меня же убивают. То есть большинство потребностей, навязанных мне вот этой цивилизацией, да, скажем, оно меня, будем считать, что уничтожает потихонечку, да, вот эта еда, вот это, скажем, там, вот эти излишества всякие, алкоголь там и так далее, да. Вот. И вот смена сознания, ну, не знаю, там, 5-7 процентов, так обычно говорят, да, скажем, людей, которые готовы что-то делать для изменения будущего, оно приведёт рано или поздно к изменению вот этого мировоззрительного сдвига и к изменению вообще всей общественной формации и к появлению новых чеческих отношений. И вот, скажем, сейчас, если вернёмся всё-таки мы к кооперации, к экономике, я вот в последнее время такой-то здесь двигаю, что если взять общественные экономические формации, да, то есть человечество развивается по спирали, да, вот развитие, это получается, вот это витие, вот эта спиралька, да, когда один круг истории проходит, другой круг истории, и следующий виток, он, получается, вроде как и прошлое повторяет, но он уже на другом уровне, ну, как бобина вот эта с ниткой, да, скажем. И вот на сегодня, получается, если взять общественные экономические формации, была у нас первобытная община, да, когда община себя всем примитивным сама обеспечивала, да, там, кто-то там на жерновах каменных зерно молол, кто-то там из шкуры сшил себе какие-то там эти одежды, скажем, вот. Был коммунизм, да, как бы все друг друга. А потом, значит, рабовладельческая формация, там, феодальная, капиталистическая. И вот как бы мы на этом витке вроде остановились, что капитализм, у нас все уже дальше ехать некуда, ни ученые что-то, ни по телевизору об этом никто ничего не говорит. А вот, скажем, я так думаю, что следующая общественная экономическая формация будет кооперативно-общинная. И она будет отличаться, скажем, от капиталистической тем, что средства производства будут принадлежать не капиталисту, средства производства будут принадлежать не пролетариату, потому что тоже, если, получается, эти 3 миллиона крестьян и 5 или 7 миллионов рабочих будут владеть средствами производства и сами себя внутри обеспечивают, то все остальные обречены на вымирание, точно так же сейчас они обречены на вымирание благодаря тому, что все средства производства принадлежат денежным мешкам и не нашим, российским, скажем, а зарубежным, тех товарищей, которые Федеральной резервной системой владеют. И вот, получается, следующая общественная реформация, средства производства будут принадлежать потребителям. Вот, еще раз подчеркиваю, нам с вами, каждый из нас потребитель, каждый из нас в состоянии копеечкой войти в кооператив, допустим, трудом своим войти в кооператив, объединившись мы в состоянии иметь у себя свою молочную ферму, свою ферму по производству овощей, свою фабрику по производству льняной одежды, допустим, или джинсовой одежды, курток там каких-нибудь, свою обувную фабрику. Нам никто не запрещает объединиться, да, скажем, и иметь в собственности производство для удовлетворения своих потребностей. И нам тогда не надо делать каждые три месяца новый айфон, нам не надо делать машину, которая через три месяца меняется радиаторной решеткой, и на старой ездить уже не круто. Мы будем делать самое лучшее, что можно сделать для себя, и вот объединять потенциал всех людей, ну, скажем так, планеты Земля на будущее, потому что у нас нету границ никаких, мы какие-то страновые эти границы, ну, это Швейция, да, как бы уже видно, что едешь на машине, вот тебе одна страна, вот другая началась, ничем они отличаются, да, скажем, то есть и люди-то, в принципе, везде одинаковые, и цели чеческой жизни у всех одинаковые, да. Это вопрос, почему мы утратили вот эти вот свои, ну, первопричины чеческой жизни, первоосновы жизни нашей, да, скажем, почему мы ушли от общинности и пришли к индивидуализму, ведь каждому из нас в этой войне не выстоять, мы же воюем каждый против всех, правильно получается, то есть каждый пытается для себя что-то сделать, себе построить красивый дом, там, купить машину за счет того, что кто-то от этого страдает. Но ведь все вместе мы могли бы и самые лучшие машины делать друг для друга, и иметь их столько, сколько нужно, и, может быть, даже не иметь каждому по три машины, да, может быть, какие-то общественные были бы машины, скажем, вот мне сегодня нужен джип, я взял общественный джип и поехал на нем по своим делам. Ну, завтра мне надо съездить куда-то, ну, легковушка, ну, это ладно, это уже отдельная тема, да, скажем, вот. Я вас, вы меня слышите, да, то просто как бы обратная реакция? Да, я прекрасно слышу и задаю вопрос, полчаса прошло, будем музыкальную паузу ставить нужна или дальше продолжаем? Я не знаю, как слушатели, как бы, я бы, конечно, знаете, вот хотелось бы побольше рассказать о практических кооперативных... Развернуть. Хорошо, хорошо, продолжаем без музыкальной паузы. Да, то есть, вот, давайте, как бы, я еще раз тогда вернусь к мотивации, да, скажем, то есть, что мне лично не нравится в современном мире, да, к примеру, то есть, я понял, что вот все, что меня окружает, принадлежит не мне, не моим знакомым, не известным мне людям, а, скажем, неизвестно кому, то есть, вот, о чем я говорю, да, скажем, то есть, последние, ну, года полтора назад я задачился, кому принадлежат вот эти крупные транснациональные корпорации, да, скажем, то есть, в принципе, мы же понимаем, что рынок, там, каких-нибудь пластиковых карт, или рынок напитков, или рынок программного обеспечения, это, ну, огромная вещь, там, скажем, 90%, 8% рынков принадлежат каким-то узким компаниям, да, мы их все знаем прекрасно. Вот, нашел я благодаренному сайту такой информационный ресурс Yahoo Finance, то есть, Yahoo Finance, да, скажем, и на нем начал баловаться, набирать, там, ownership, там, major ownership или major holders, там, ведущие держатели, и дальше начал подставлять себе корпорации, да, как бы, ну, мировые. И оказывается, что, скажем, есть несколько инвестиционных фондов, которые владеют, в принципе, и компаниями, производящими медицинские препараты, и компаниями, производящими все эти наши известные напитки, да, и компании, которые нашим детям показывают мультики с утра до ночи, и компании, которые с утра до ночи, скажем, там, занимаются финансированием всех финансовых институтов мира, да, скажем, то есть, получается буквально несколько инвестиционных фондов. И кому они принадлежат, мы не можем сказать. Но ведь вопрос-то какой? Смотрите, юридическое лицо – это фикция. Государство – это фикция. Это образование, которое нам мозги замылили. Есть юридическое лицо. Да нет никаких юридических лиц. Есть физические лица. Есть 7 миллиардов человек на этой земле. Из этих 7 миллиардов кому-то принадлежит половина бизнеса зернового, половина бизнеса напитков. Каким-то группам этих лиц. И мы этих фамилий не знаем. И даже не пытаемся узнать. А я хочу пить напиток, произведенный такими людьми, которых я знаю. Произведенных по технологии, которая мне понятна. То есть я должен знать, что там есть. И я должен не на рекламу идти вестись, а на информацию, которую объективно получил от известных мне людей. И вот в рамках кооперации, получается, мы можем эти все вопросы порешать путем того, что создаем структуру, которая принадлежит нам с вами. Скажем, в этой структуре мы создаем механизмы, которые, ну скажем, своя лаборатория, которая наша лаборатория с вами. То есть лаборатория, принадлежащая потребителям. И эта лаборатория проверяет в темную те продукты, которые мы с вами кушаем. Потому что, получается, любой поставщик продукции, конечно, захочет выйти на огромные кооперативные рынки. Они рано или поздно станут огромными. Я в этом не сомневаюсь. И там, может быть, какие-то человеческие факторы будут задействовать. Поэтому нам надо построить систему, в которой люди, допустим, определенные проверяют эту продукцию. Скажем, люди производят эту продукцию. И я хочу сдать, из чего произведено молоко. То есть если это молоко сделано из молока, и оно стоит столько-то, я готов эти деньги заплатить. Но когда мне начинают просто разные бренды рассказывать о том, что это там в деревне, это не в деревне, бабулины продукты, которые made in China написаны, это узаконенный обман, как барриклаба. И у меня нет никакого возможности ни проверить, потому что сразу тут коммерческая тайна, Сережа, не подходи сюда, правильно? Это бизнес, это коммерческая тайна, мы тебе не откроем технологию. А вот теперь смотрите, тот, кто откроет технологию производства, тот, кто откроет полностью бухгалтерский учет, скажем, где купили ингредиенты для этих продуктов, сколько зарплата, сколько там прибыли, если она будет, к примеру, то этот человек будет единственным на рынке, рано или поздно. Именно кооперативные рынки, потому что тут получается ограничений никаких нету для расширения, скажем, то есть каждый человек, вступая в кооператив, становится совладельцем производства всего абсолютно. То есть как бы мы зашорены тем, что кооператив это что-то мелкое, это там джинсы-варенки на коленках делают. Ведь смотрите, есть кооперативы Валио, допустим, в Финляндии производство масла, огромный кооператив. Есть кооперативы, которые занимаются сбытом кофейных зерен, есть кооперативы по сбыту апельсинов огромные. Вот я в Америке был, в презентацию, делали кооператив Пионер какой-то кредитный, скажем, шесть миллиардов долларов у них обороты. Ну это тоже кооператив, просто мы боимся того, что кооперация может быть огромной, а она может заменить все остальное, она может вытеснить капиталистические отношения, потому что в кооперативе каждый человек имеет один голос, каждое мнение услышано, то есть ни у кого больше денег, тот и хозяин, а у каждого человека один голос. В кооперативе мы выбираем председателя и можем его в любой момент отозвать. Это принцип базовой кооперации. Цель кооперации у нас не прибыль, а удовлетворение личных потребностей. То есть мы создаем кооператив, знаем, кто и для чего его создал, знаем, кто у нас в руководстве, знаем, что этот кооператив и как делает, и знаем, допустим, для чего все это происходит. И имеем возможность, каждый из нас имеет возможность самому быть избранным, контролировать полностью все вопросы, то, что мы производим. И имеем возможность обеспечить себя самым лучшим, что нам нужно. И на фоне того, что нам предлагают все эти корпорации через рекламу получать, через воздействие, через подсознание, в каждом фильме заложены какие-то подсознательные вещи. То же самое употребление алкоголя. Говорят, нет ни одного фильма, где бы не было сцены распития алкогольных напитков. Ну как это не рекламой назовешь, скажем, скрытой. Или детские мультики, в которых какие-нибудь напитки шипучие в каждом из них обязательно присутствуют. Ну там 10 минут. Это же тоже работает на подсознание, скажем. Поэтому, получается, нам надо сейчас создавать систему. Она уже есть в идеале, скажем, кооперативная система с кооперативными принципами. Надо ее запускать. Вопрос теперь, как ее запускать, получается. Потому что никто не понимает и не знает, что это такое. Чтобы с чем-то заняться в качестве дела, начать что-то, получается, очень много надо вопросов решить. Юридически, скажем, устав организации, средства найти для открытия какого-нибудь. Надо разрешений кучу получить. Если мы с продуктами связаны, санитарные книжки получить. Скажем, систему ХАСК внедрить. Очень чего. Но ведь, получается, у нас сейчас есть возможность инициативным людям взять это, сделать всем миром для всех. То есть кто-то написал устав, кто-то написал какие-то должностные инструкции. Это все в интернете мы можем вывалить смело, бесплатно. Скажем, мы этим уже пытаемся заниматься. И дальше будет только аккумуляция происходить. Каждый свою лепту внесет. Каждый свое зернышко в общий алтарь принесет. И мы это дело сделаем. То есть у меня, что хорошо, есть практический опыт. Есть картинка реальная, живая, рабочей кооперации. Причем эта картинка, скажем, наши советские, российские колхозы, к примеру. Это раз у меня очень мощный стимул, что я общаюсь с этими людьми. Эти люди могли свои колхозы развалить, могли приватизировать, сделать ОООшками, стать хозяевами. Они этого не сделали. То есть это порядочные, прекрасные люди, замечательные люди. И они есть живые. У меня в крае, наверное, больше ста колхозов сохранилось в Старопольском крае. И я лично знаю порядка 50 председателей колхозов. Те, которые могли, но не сделали. То есть те люди, которые сохранили свое человеческое лицо. И вот, это раз, да, картинка есть. Два картинка, я был в Америке, да, по программе развития сельских территорий США, видел американские кооперативы. То есть люди, простые американцы, объединяются. Вместе там молоко собрали, отвезли на чужой молочный завод, разлили по красивым пакетикам. И эти пакетики стоят в чужих супермаркетах. Но это, вот в Рудайленде было, да, как бы Рудайлендовское молоко. Местные пьют это молоко, говорят, это наше молоко. Мы его сделали у себя в штате. Налоги останутся у нас в штате. И вот этот патриотизм, как бы, ну, вдохновляет, да, скажем. Или там местные овцеводы собрались, собрали шерсть, отвезли на какую-то фабрику. Там сделали одеялки, привезли и продали. То есть живая кооперация мною увидена, да, к примеру. Поэтому, ну, я уже здесь практически несколько лет, конечно, мне пришлось с нашими председателями бороться, убеждать их пойти на это. Но в конечном итоге довел эту мысль до их, что называется, сознания, что можно попробовать вместе что-то сделать. И мы сделали, да, то есть мы открыли первый кооперативный магазин. То есть несколько хозяйств скидываются деньгами, покупается общая программа, покупается оборудование для магазинов. Один магазин мы открыли, уже, в принципе, обкатываем, ну, саму технологию. То есть я сейчас не хочу торопить события, надо создать матрицу, да, как бы рабочую матрицу. И вот самая большая проблема, с которой столкнулся, это именно человеческие отношения. Ни экономика, ни отсутствие денег, то есть это все нашлось. А вот как бы поменять сознание людей, то есть, скажем так, вот люди говорят, зачем это все нужно? Как можно без прибыли, да, как бы, ребята, ну, ведь прибыль мы на хлеб не мажем, да, как бы, нам нужно масло, да, скажем, нам нужно молоко. То есть давайте целью ставить, обеспечим себя в селе нормальными продуктами, да, то есть, ну, зачем нам эта прибыль? То есть мы можем существовать за счет членских взносов, то есть каждый скинулся и, как бы, обеспечить работу магазина, допустим. Но вот здесь получилось тяжело идти снизу, то есть, допустим, взять, собрать там тысячу, скажем, жителей города, там, одного микрорайона, там, или нескольких многоэтажек, да, скажем, один из путей, как вот, как бы, классика жанра, да, как бы можно было сделать. Взять, каждый там скинулся по 300 рублей, и на эти деньги мы сняли магазин в аренду, купили оборудование, и вот у нас кооперативный магазин. Но это на сегодняшний день невозможно, то есть в сознании людей нету, вот, понятия того, что можно взять и объединить усилия для того, чтобы решить эту проблему. То есть каждый будет ходить в какую-то сеть, которую он ненавидит, допустим, да, каждый будет ходить в какие-то ларечки, что-то там покупать. Но взять и открыть свой магазин и купить для всех то, что нужно всем, как бы, да, там, по хорошей цене за счет опты продажи, без наценки какой-то там ужасной, 40 или там 50% торговой, да, сэкономить копеечку какую-то, купить то, что нужно, это не получается. Поэтому я пошел, знаете, с другого конца с производителей. То есть производители все-таки, руководители хозяйств, руководители, там, скажем, фабрик каких-то, вменяемые люди с пониманием уже, и они сталкиваются с проблемой отсутствия сбыта. То есть у них, у всех, получается, они стали заложниками тех же сетей, да. То есть что бы ты ни делал, огромный сбыт, ну, там, не знаю, 70% сбыта, это сети. Сеть берет больших денег за вход, сеть берет, ну, скажем, цену тебе сразу урезает так, что тебе, пожалуйста, там, или в минус работа, или в ноль, или с маленькой прибылью. А, как бы, свой магазин каждый по отдельности не может открыть, потому что, скажем, ну, кто пойдет отдельно за Нарзаном, да, например, специализированный магазин, кто пойдет отдельно за молоком. То есть человек, удобно человеку прийти в магазин и купить, допустим, сразу все, да, к примеру. Вот это сети предлагают. Но уже, извините, с определенными оговорками, кому эти сети принадлежат, мы прекрасно знаем, да, как бы, что только одна сеть у нас российская юрисдикция, все остальные зарубежные. И плюс ко всему вот эти наценки, и плюс ко всему вот это массовое производство продуктов, которые имеют срок годности по полгода по году, потому что натуральное в сеть не поставишь. Там 350 наименований, допустим, молока стоит, и вот как только ты свое молоко натурально поставишь с пятидневным сроком хранения, оно не продастся, потому что, ну, вот из 350 наименований, как бы, ну, и в квартире вероятности твое молоко не выберут все, да, скажем, оно останется, прокиснет такой ненуженый товар в сети. Вот мы стали заложниками этого, да, скажем, каждый производитель стал заложником сетей тоже. Вот. И получается, если мы берем потенциал 10-15 производителей, для каждого из них 50-100 тысяч рублей, это пшик, да, скажем, вот, мы объединяем их потенциал финансовый, создаем кооператив, объединяющий производители, скидываемся этими денежками, и на них открываем свой первый кооперативный магазин. Покупаем холодильники, покупаем торговое оборудование, витрины, стеллажи, нанимаем персонал, бухгалтерию ставим, сканеры штрих-кодов покупаем, и начинаем работать, да, скажем, то есть все, у нас первый магазин есть, нарзан туда может завестить тот, кто дал 50 тысяч, молоко может завести тот, кто дал свою лепту, мясо может занести тот фермер или там тот колхоз или там кто-нибудь еще, кто дал свой средств. То есть вот у нас, получается, местные производители открыли свой первый кооперативный магазин, да, но дальше мы, получается, остановились, у нас нет денег. И вот тут как бы схема, предлагаемая нами, то, что мы этот магазин потихонечку, за счет того, что наценку, скажем, уменьшили, отказались от прибыли, часть вот этой прибыли потенциальной, направили на то, что люди, покупая у нас молоко, мясо, хлеб, яйца и так далее, часть этой своей прибыли мы оставляем им на выкуп этого магазина. То есть нам надо, чтобы, получается, люди у нас магазин выкупили, чтобы деньги нам наши, вложенные в это оборудование, вернулись. Дальше этот магазин будет функционировать на принципах таких, что вот те товарищи, которые объединились в этот, ну, в кооператив, который потихоньку у нас магазин выкупил, пусть они скидываются ежемесячно, скажем, по 100 рублей. Если там тысяча человек наберется рано или поздно, то 100 тысяч в месяц, это, ну, для нашей, может быть, для Москвы это мало, но для любого другого, я думаю, региона, это вполне адекватные деньги для того, чтобы двух-трех продавцов там зарплату делать, аренду платить магазина, налоги платить, это вполне реальные деньги. Ну, что такое 100 рублей? Плата физического лица, проживающего в городе, за то, что у него будет магазин, предлежащий ему на кооперативных принципах. Понятно, что мы должны устав им написать, приходить к ним на собрания, организовывать их, да, как бы это большая работа, но мы, как производители, должны эту работу провести, потому что это, получается, первый шаг на пути к тому, что мы строим систему, где и производители, и потребители будут единым механизмом, друг для друга живущим, и интересы всех будут обеспечены. У производителя появляется плановость, то есть эти магазинчики в перспективе могут заказы делать предварительные, потому что натуральную продукцию без плановости вообще невозможно продавать. То есть, скажем, если у нас молоко пропадает в течение пяти дней, оно не может, в принципе, на прилавке лежать, оно должно заранее уже заказываться. И здесь, получается, магазин вот этих, если он на кооперативных принципах создан, объединены потребители, они уже рано или поздно придут к тому, что будет предварительный заказ. То есть, они уже определяют для себя, что вот это молоко, в принципе, не надо дальше искать другое, оно их устраивает, да, скажем так, или там несколько сортов молока. Но если ты хочешь пить натуральное, ты должен заказывать его заранее, да, скажем. Вот такой момент получается. И производители, и потребители в этой системе, ну, каждый приобретает плюс какой-то. Потребители будут иметь стабильные молочные, там, и мясные, и так далее продукты, натуральные, да, скажем, и по очень адекватной цене. А производитель получает раз точку сбыта, деньги вернулись, потихонечку, скажем, выкупили этот магазин покупатели, и мы можем открыть следующий магазин на эти деньги. То есть, мы запустим этот револьверный принцип, скажем, что один раз вложив миллион, через три месяца люди его, допустим, этот миллион потихоньку-потихоньку выкупили, да, скажем, вернулся. Открыли второй магазин, люди тоже выкупили. Когда увидят соседи, что есть кооперативные магазины, в которых молоко стоит, допустим, 40 рублей, а не 70, да, как бы, и сделано не бог знает из чего, да, как бы, а в кавычках или в скобочках, скажем, порошок сухое молоко и пальмовое масло, да, как бы, а от коровы, и корову это можно посмотреть по видео, выложенному на сайте, да, скажем, и можно приехать на эту ферму, увидеть эту корову лично, потому что производитель, вот, скажем, нашим колхозам вообще скрывать нечего, ребята. Зарплата 8 тысяч рублей, да, скажем. Живем, ну, с утра до ночи, Паша, приходите, пожалуйста, все, и смотрите, как мы, как бы, производим это молоко, да, скажем. А вот как его производят огромные эти корпорации, туда уже не зайдешь, потому что, да, как бы, ну, не пущено с никто. А мы готовы, в принципе, камеру везде поставить, мы готовы бухгалтерию выложить в открытом доступе, чтобы любой человек мог зайти и посмотреть, как и сколько у нас получил зарплату, как бы, конюх, там, тоярка, пожалуйста, там скрывать нечего. То есть в этом плане у нас все очень замечательно. Вот, ну, вот получается механизм какой, что потребители-производители должны быть объединены на кооперативных принципах, да, скажем. То есть вот через эту систему, вот, дальше, получается, у производителей, которые объединены в единый какой-то союз, вот этот потребительский кооператив, открываются возможности неограниченные, скажем, через конкурсы снабжения детских садов, школ, там, не знаю, больниц, потому что каждый по одиночке на конкурс туда попасть не может, да, то есть у него, получается, скажем, конкурс в больнице, там, или детскому саду сразу все нужно, да, и вот, ну, наши дети, представляете, что кушают, да, как бы, то есть на этом конкурсе побеждает тот, кто предложил самое дешевое масло. То есть наши дети, получается, едят самое дешевое масло, потому что на конкурсе самое главное условие – это цена, да, скажем. Вот объединенные производители могут выйти на этот конкурс, могут где-то даже, вот мы этот вопрос обсуждали, эту разницу в цене для своих детей может покрыть община какая-то, да, то есть в селе это может как бы колхоз покрыть эту разницу, в городе может быть те же самые папы и мамы детского сада, зная, чем их детей кормят, покроют эту разницу копеечкой какой-то этому кооперативу, снабжающему детский сад натуральным каким-то молоком, да, то есть, ну, получается, у нас свой магазин, где мы это молоко или там масло кушаем, и этот же кооператив пусть снабжает наших детей в саду или в школе, ну, тут уже горизонты, представляете, какие, да, скажешь, то есть, тут просто первый шаг надо сделать, построить эту систему, которая работает по другим законам, не по закону прибыли, не по закону, там, я, мне, себе, а по закону, ну, общего блага, скажем так, вот, получается, вот, это такой вопрос сложный, но первые шаги в этом направлении уже сделаны, да, скажем, и еще один важный момент, это наличие собственной переработки, получается, вот, скажем, что у нас проблема в продуктах питания, в натуральных продуктах, да, скажем, это короткие сроки годности, почему мы сейчас пришли к тому, что куда не ткнешься полгода, год срок годности, да, как бы разделены производители, потребители и сети, как бы вообще вот эта спекулятивная там, скажем, составляющая, она в отдельную выведена структуру, да, скажем, которая, в принципе, максимальную прибыль-то и получает, ничего не производя, вот, получается, сроки годности, да, мы сами себя в эту, как бы, засунули систему, потому что, если мы делаем с коротким сроком годности товар, он никому не нужен, да, как бы, получается, и потребителю это вроде неинтересно, там, что-то просроченное купить, сети это неинтересно, что у нее что-то там завалялось, и производитель тоже, скажем, консерванта того же, побольше чухнул, чтобы, не дай бог, что-то не пропало, да, получается, мы заложники стали этой системы, ее надо рушить, потому что, в принципе, консервация не нужна, ну, как, то есть, надо построить систему, когда, вот, как в СССР было, да, допустим, утренняя дойка, сепарация, да, как бы, это молоко, ну, в лучшем случае, через, там, 5-7 часов поступало на прилавок, но ведь можно это попробовать организовать, понятно, что сразу не получится, ну, какие-то общины, какие-то люди объединены едиными целями, вот, скажем так, люди на одном производстве работающие, уже много лет они друг друга знают, мы уже это направление начали прорабатывать, да, скажем, адресное снабжение организации натуральными продуктами, то есть, просто конкретно мы договариваемся, там, с руководителем профсоюзной организации, там, или еще с кем-то, который у себя создаст ячейку потребительскую, ну, даже, это без кооператива можно делать, да, как бы, это просто можно на общественных началах делать, да, скажем, просто есть какой-то инициативный человек, который хочет питаться нормально, да, скажем, для одного человека, ну, тяжело привезти 2 литра молока, да, скажем, но для 20, 30, 50 человек, да, скажем, совершенно нормально и машину организовать, и доставку организовать, а следующий шаг по-хорошему, это адресная доставка на дом, то есть, в идеале, если представить, что вот наше общество не должно остановиться, вот, как бы, застыть, да, то есть, человечество, оно всегда развивается, всегда должно быть что-то лучшее, но в идеале я бы хотел, чтобы те товары, продукты, которые я знаю, которые я люблю, не хочу я ходить на рынок, пусть мне их домой кто-нибудь принесет, да, скажем, ну, представляете, насколько идеально было бы, что у меня под домом какой-то распределитель стоит, и я заказываю себе на 7 вечера коробочку, в которой будет стоять то молоко, которое я люблю, будет лежать тот огурец, тот сорт, который я люблю, который я выбрал, у нас же есть интернет-товарищи, правильно, ну, что мы живем как в каменном веке, да, скажем, я могу один раз попробовать, один раз сходить какой-то магазин, примериться, да, скажем, ну, я уже просто по себе знаю, что если речь идет о мясе, Я определился, я знаю, что наша ставропольская баранина лучше, я ничего не знаю, да, к примеру, то есть вот есть ставропольский беренос, порода, она меня устраивает, да, к примеру, ну пусть так, да, скажем, я мяса уже мало ем, но вот по баранине я определился, да, скажем, по молоку я тоже определился, я нашел человека, у которого в колхозе 650 коров, я видел его коров, я видел, скажем, его технолога, я был у него на заводе, он мне показал все это дело, я ему верю, да, скажем, он моими услугами пользуется, я его молоком там питаюсь у своих детей, и пою. Я уже определился, я не хочу искать другое молоко. Мне все устраивает, по крайней мере, я его знаю. Пусть это молоко мне доставляют. Я готов за это заплатить деньги. Я сэкономлю то время, которое я трачу на ходьбу по рынкам. Я сейчас понимаю, что мир такой огромный. У меня стоит куча книг, которые я хочу читать. Вот если, скажем, два года назад я ничего не хотел читать. Сейчас я не знаю, я ищу время, чтобы прочитать. Я ищу время, чтобы в интернете послушать лекции интересных людей, пообщаться, скажем. Я не хочу тратить это время на ходьбу по нашему рынку и ходьбу с авоськами от рынка к машине, от машины до дому по пробкам ехать. Убить три часа на то, чтобы обеспечить себя молоком на неделю. Я не хочу. Я хочу, чтобы это мне раз в неделю привозили известные мне люди, те же самые таксисты, которые сейчас стоят, живут. Они без работы сидят. Пусть он получит копеечку от меня. Я за это время сделал что-то полезное другим людям. Я могу сесть и написать устав кооператива. Или отшлифовать его. Выложить это дело. Мы этим занимаемся. Я профессионально занимаюсь разработкой юридических документов. Это мое, мне это нравится. Я не хочу тратить время на другие вещи. А таксист, допустим, он без работы сидит. Пусть он продукт не пьет. Понимаете, о чем я. Мы должны друг до друга начать жить. Каждый должен делать то, что он делает лучше всего для всех. Но общество в благодарность тому, что я отдал тот максимум, что есть у меня. Каждый врач, который разбирается лучше всего в болезнях или в профилактике болезней. Пусть он мне поможет. Человек, который любит пасти баранов, пусть он их пасет так, как Бог ему дал, как на душу положил. С любовью пусть он это делает. Мы забыли это слово любовь. Забыли слово благодарность. Ушли от нравственных вещей. Черт знает куда. Зашли мы в тупик. Из этого тупика надо выходить. Свет-то есть у нас. Опыт есть. Но есть чем заниматься, как это все сделать. Ну, в общем, кооперация, конечно, я так смотрю, что вопрос не на час. Вот. Уже у нас сейчас к концу подходит. Но мы с какая? Вот еще, как бы так, последнее, что я хотел бы озвучить, да, скажем, мы должны прийти к тому, что жить во благо друг друга, жить во имя любви друг друга, да, скажем, а технически это организовать через то, что сегодня построить другую экономику, накормить друг друга другими продуктами питания, одеть друг друга в другие вещи, произвести биоразлагаемые пластики, да, как бы, чтобы кинул этот кулечек, если он и попал в землю, пусть он через три года превратится в землю, но не лежит 400 лет и мозолит глаза нам, да, скажем. Ну, ведь это в наших силах, правильно? Ну, кто нам запрещает это сделать? Кто против этого? Ведь тот же самый, допустим, чиновник, тот же самый, не знаю, политик, да, как бы сильный мира сего, ну, здесь он, может быть, решил какой-то вопрос, но он же не решит вопрос, как бы его дети не застрахованы от той вот всей лжи, от всей мерзости, которые вокруг сейчас, ну, тоже там телевизор какой-то, или общество какое-то, или, не знаю, какие-то люди, которые из-за куска хлеба, вот он просто голодный сегодня, он пойдет на преступление, и никто не гарантирует ни сильного, ни слабого от того, что его ребенок не нарвется на это зло, да, скажем. А ведь мы в состоянии от этого зла уйти, в состоянии накормить всех. Давайте те, кто хочет выращивать хлеб, выращивает хлеб. Те, кто умеет сайты делать, пусть сайты делают, ну, для всех и во благо, да, скажем, не закрываться каждый в свою раковину, а открыться друг для друга и построить другой мир, который, ну, скажем, засияет всеми красками радуги, то есть тот мир, который и должен быть на этой земле. Вот так я считаю. Алло-алло? Да-да, заслушался, как называется. Конечно, конечно. Ясно. Ну, тут у нас еще вопросы, скажем, какие-то, я так подразумеваю, будут люди задавать, да? Они уже вопросы задают. Уже есть, да? Пока ты так активно все рассказывал, агитировал за советскую власть. А, вот я понял, тут у нас есть. У некоторых слюки. Анастасийцы вижу, да? Давайте я сразу эту тему озвучу, да, скажем. То есть вот тема какая? Я почему-то, я не знаю, как только я начинаю говорить о том, что натуральные продукты или кооперация, часто возникает тема с анастасийцами, да, скажем. Я вообще против ничего не имею экопоселений, да, скажем. Но у нас речь идет не о том, что мы замкнемся в маленьком лесочке и будем там лаптями щихлебать, скажем, да, или как бы построим мирок такой, закрытый от общества. Я говорю о том, что в кооперацию мы планируем объединить и жителей городов, и жителей сел, и жителей, там, не знаю, там, поселков и перелесков. Как бы мы должны создать страну в виде кооператива, мир в виде кооператива. То есть все люди должны... Я тебя понял. Сергей, подожди. Давай так. Вопросы задаю я, ты на них отвечаешь. Давай, поехали. Вопрос номер один в эфир от Андрея. Здравия, Сергей. И почему нельзя пользоваться уже сейчас площадками B2B, когда можно в рамках сайта или проекта обмениваться натуральными товарами, которые ты производишь? Ножи на ведра и другое. Без денег. Отказаться денег полностью. Да. Вот я знаю, ну, несколько человек, которые создают программы или создали программы. Вот, скажем так, у многих людей появляется мысль, что если в интернете запустить проект, в котором можно меняться, он будет работать. Может быть, у кого-то это получилось. Но я столкнулся со страшной проблемой. То есть у нас есть сайт, у нас есть там интернет-магазин. Ну, я живу в Ставропольском крае, город Пятигорск, да, скажем. То есть, ну, не Москва. Вот у нас через сайт никто ничего не заказывает. Я не знаю, как эту проблему предоставлять. То есть я не знаю, как раскрутить сайт, какие там деньги надо тратить. То есть вот мы открыли магазин, люди туда стали ходить. Мы открыли столовую, люди туда стали ходить. Стали другим своим знакомым рассказывать. То есть мой путь, да, скажем, Пока вот такой живой, пока через магазины человек говорит так, что я хочу потрогать и увидеть своими глазами товар. Я с этой идеей приехал к колхозам своим, скажем, лет 10 назад. То есть я представитель колхоза говорю, давай так, в Пятигорске есть стиральные порошки, продукты и так далее, которые стоят в два раза дешевле, чем в вашем селе. Давай так, мы их под заказ будем людям привозить. Телевизор можно купить дешевле. У нас рынки огромные, у нас тут концентрация вот этих всех перепродажных вещей. И вот он побеседовал со своими, поговорил, говорит, нет, не хотим, нам надо пощупать. То есть это развлечение наше, это наша жизнь. Мы в субботу сели на машину, поехали в районный центр или в город какой-то, зашли в супермаркет, походили, повыбирали. Это интересно. А то, что мне привезут, неинтересно. Вот понимаете, какая это психология, я не знаю. То есть я вот лично с этой проблемой столкнулся и ничего мне не пошло пока. То есть это будущее, конечно, скажем, будущее именно через программы все будет заказываться. Но я пока вот пошел через то, что, а есть у нас хоть один кооперативный магазин? Его нет. Давайте я сделал кооперативный магазин, а те ребята, которые интернет-продажами занимаются, пусть они сделают интернет-продажи. А потом мы объединимся, да, скажем. То есть мне как раз их опыт будет нужен, а им мой опыт там товароведения, скажем, там, потом, ну, понимаете, да, как бы хранение, там, складские вот эти все дела, там, штрих-коды. Это все равно придется. То есть складской учет мы от него никуда не денемся, правильно? То есть площадки там, ну, я не знаю ничего про B2B, да, скажем, но, условно, программа, которая просто объединит там производителей и потребителей, очень хорошо, но к ней нужна логистика транспортная, логистика там товарная, да, скажем, реклама там та же самая. Кто этот сайт посещает, да, к примеру? То есть будет на этом сайте там миллион человек, которые купят там, ну, 100 тысяч продукции. Ну, вот понимаете, да, как бы о чем речь, что я своим путем пока иду, то есть у меня-то, как бы, мое предназначение реализовать на практике кооперативные магазины, создать небольшую кооперативную сеть, показать ее людям. Если кто-то сможет этим примером воспользоваться, буду только рад. Алло-лло. Хорошо. Так, следующий вопрос, Станислав Аргентинец. Так что первично, сознание или кооперация? Сознание, то есть пока не поменяется мировоззрение, нравственность, кооперация, это, знаете, так, это, ну, лопатка, да, скажем, которой мы можем, ну, котлован вырыть под здание, это механизм, да, скажем, это инструмент. Кооперация – это не сама цель наша. Цель – изменение сознания, построение, ну, другого типа человека, да, скажем, то есть человека с большой буквы, да, человека там с человеческим типом психики, не знаю, как сказать, да, нравственного человека, человек, который будет, ну, исполнен любовью к другим людям, да, скажем, это главное. То есть, ну, сознание, конечно, сознание первичное. Хорошо, ну да, в общем-то Если не будет сознания, то Можно такого наворотить Что потом мало не покажется И еще вопрос от Елены Семсемина Которую ты уже частично начал отвечать Но я тебя прервал Вопрос эфир, как вы видите создание кооперативов Это типа Анастасийцев Собраться всем вместе на необитаемом поле? Нет, конечно Я уже так начал отвечать Мой путь какой получается Мы можем начать от производителя кооперироваться Это раз, механизм Я его вижу наиболее простым У производителя есть товары Вот скажите, местные, маленькие, локальные производители Есть у нас Ставропольская баранина Как бы очень хороший бренд Есть у нас там молоко Отличное зерно, выращенное Без современных вот этих всех новомодных вещей химических Но у нас нет возможности его сбыть Есть перекупщики, которые нас купили Вот мы объединились Сделали общий бренд Зарегистрировали его Все вместе начали продавать товары Уже кооперация, правильно? Отлично Вот второй вариант кооперации Скажем, те же анастасийцы Объединенные, допустим, любовью к природе Или какие-нибудь люди объединенные Не знаю, там футбольные фанаты могут Да, скажем, взять Работники одного организации Да, скажем, почитатели Ну какого-нибудь там гуру Да, скажем, не знаю Они же тоже сообщества Вот, скажем, общество борьбы за трезвость Я недавно выступал в Сибае Там слет был Союз борьбы за народную трезвость Я им озвучу идею кооперации То есть, что, допустим, трезвость Это хорошо Это прекрасно Да, скажем Ну, это же Бросили пить Это нормально Это естественно состоит Человека, может быть, не пить Да, для кого-то Вот Ну давайте дальше, скажем Вот вы уже сообщество У вас уже очень много людей Да, как бы Да создайте свой кооперативный магазин Без водки Без сигарет Да, скажем И себя накормите Ой, эта идея их заинтересовала Да, скажем То есть, вот сообщество Которое тоже кооперируется снизу уже Да То есть, они могут взять в аренду помещение Или молока того же Уже люди, которые готовы Своих копеечку принести На новую витрину Там, или на новый холодильник Это не так уж много стоит Да, просто Если есть сообщество Снизу можно открыть Свой кооперативный магазин Заплатить зарплату товароведу Бухгалтеру Двум продавцам И начать вместе закупать Стиральный порошок Какой мы хотим Может быть, там даже Горчицу вместо стирального порошка Да, экологически чистую Чтобы не засорять природу Молоко, какое мы хотим Так как бы От этого Может быть, даже перейти к своему производству Если бы было 10 магазинов Которые вместе закупаются Ребята, давайте маленькую Свою ферму возьмем в аренду Да Может быть, кто-то хочет Грибы выращивать, шампиньоны Да, как бы уехать из города На ферму А вот, на тебе денежек Пожалуйста, иди Езжай Вот заброшенный коровник стоит Давай в аренду возьмем За 3 копейки Вот тебе компоста Куча там валяется С советских времен Занимайся И сделай нам натуральные шампиньоны Вот как бы Еще один путь кооперации Да, скажем Но, тема какая Нужны вот эти кристаллы катализации То есть банально Нужен человек Который это все дело возглавит Да, скажем Потому что тут вот сейчас Я расскажу В чем проблема основная На кооперации Не заработаешь денег Вот как бы Не заработаешь Понимаешь То есть, допустим По сравнению с бизнесом Вот там можно Запустить какое-то дело Получишь прибыль И эту прибыль Себе в карман положишь В кооперации Эту прибыль не положишь То есть психология Сегодняшнего человека такая Что от тех лидеров кооперации Люди ждут полного альтруизма Да, скажешь То есть иди пешком по воде Ни копейки себе в карман не клади Делай для общества Раз ты такой Вот как бы Раз я заявляю об этом Да, скажем Начни с себя Да, скажем Сделай людям что-то бесплатное Ну вот так получается То есть просто надо Чтобы этих людей больше появилось Кто готов что-то безвозмездно Сделать для общества Это большая проблема Да, скажем Вот почему Ну Нету массовости Эту процессу Что нужны люди С другим мировоззрением Да, скажем Люди, которые готовы Частичку своей души Положить на алтарь Общего дела Скажем Ну, они на самом деле уже есть То есть масса примеров В разных местах страны Вот Возникли уже И стихийные объединения И кооперация У нас уже на самом деле развита Вот если в интернете Сейчас набрать кооперацию Да, как бы Масса и статей И интервью вылезет И Ну, просто Сейчас уже, так скажем Критическая масса Вот она на грани Сейчас придет квантовый переход Уже от Вот этой разрозненной кооперации К объединению И К Массовости Ну, в общем, так скажем Я вижу кооперацию Глобальную Я не вижу Что, скажем В каком-то поле Люди объединятся Проблемы медицины Они не решат Проблемы образования А в кооперативе Мы решим эти проблемы Когда у меня будет 100 магазинов И 100 тысяч человек Объединенные Как бы в пользователь магазинов Я спокойно приду К этим людям Скажу Ребята А почему бы нам не открыть Для своих детей Свою школу Да, скажем Частную школу В которой мы будем учить детей По той программе Которая мне нравится Да, скажем Это в современном обществе Не меняя современных законов Возможно Да, скажем Мы можем сесть И вот если у нас будет Это сообщество Там, не знаю Там 10 тысяч человек 5 тысяч человек Да, скажем И сказать Ребята А почему нам не заняться Своим здравоохранением Почему нам не взять Купить аппарат УЗИ Вот с колхозами Это обсуждали уже На 10 колхозов Купить УЗИ Взять врача Скинуться деньгами Там каждый колхоз Спокойно Может по 50 тысяч Выделить И пустить этот аппарат Скажем Приехали здесь Провели анализы Здесь там по исследованию Выявить заболевание Уже не на этапе Когда человек там За 3 дня до В общем За 3 дня до болезни А не за 3 дня до могилы Да, скажем Это же тоже кооперация Вот это глобальные вопросы Да, скажем И люди Которые вместе Покупают стиральный порошок Так же спокойно Вместе могут Обучать своих детей Заниматься здравоохранением Открыть свой санаторий Кооперативный Да, скажем Это было в нашей стране Уже Да, как бы Ну проблема была Что руководство Вот этой вот Ну скажем Условно советской кооперации Оно было выборное Может быть Да, как бы Ну не до конца Но оно было не отзывное То есть получается Элита пришла к власти Да, скажем Да, были народные средства Производства Были народные там Санатории Но управлять всем этим Стали люди Которые перестали Быть частью народа Перестали Ну как бы На каком-то этапе Их выбирали Да, как бы Первое там Наше правительство Скажем Если брать там Вот в сталинские времена Может быть Да, очень много людей Было просто выходцев От станка От цехи Они управляли И управляли По другим законам Вот именно Законом справедливости Законом любви к ближнему А потом как-то так получилось Что элиты стали Несменяемые Папа чиновник Ребенок чиновник Да, как бы И уже они управляли Уже не ради людей А ради удовлетворения Собственных каких-то потребностей Ну в общем Это операция В моем представлении Это что-то глобальное Да, скажем Это ну на уровне Планеты Земля В идеале То есть в идеале Это так Потому что пусть Африка Производит какие-то там Специфические виды ананасов Ну разделение труда Да, как бы возможно Мы можем в своих краях Отличный лен производить Да, к примеру Или там где-то пшеницу Может быть отличную Где-то мед у нас Северный замечательный Самый лучший мед Может быть в мире наш Да, там северный Вот И вот как бы Друг друга накормим Самым лучшим Напоим самым лучшим Сергей, тут у нас уже Такая кооперация существует Мы им нефть Они нам в обмен Нет, это не кооперация Это называется Знаете, скажем Нам бумажку А мы им нефть Да, как бы так получается Ну я так аж шучу Я понимаю Ладно Следующий вопрос От Виталия Может ли человек С уровнем сознания Доярки Управлять государством Или это все-таки По плечу знатоку А если знатоку То много ли их Среди народа Если немного То как можно брать За мерило истинно Мнение большинства Но именно этим мерилом Мнение большинства При голосовании Пользуется демократия А так Соведущие Действительно интересно Рассказывает Но как это будет выглядеть На практике Или в жизни Ну давайте так скажем Доярка Где-то в чем-то Может быть И тогда Больше понимает Чем какой-нибудь Выдающийся политик В чем-то Скажем Но дело в том Что сегодня Голос доярки Вообще не будет услышан Она никто Она один раз В четыре Или сколько там Сейчас в шесть лет Пришла на выборы Поставила галочку И дальше Эта доярка Нам на следующие Шесть лет Неинтересно Ее мнение Так же получает Современная система Управления обществом То есть формально Она демократическая Ну как бы Практически получается Я избираю кого-то Там да скажем И после этого Он перестает вообще Как бы передо мной Отчитываться да скажем Меня спрашивать И слушать В кооперативе получается У меня Ну это основной Фундаментальный принцип Кооперации Если я избрал человека То я определяю Для чего Уставом да скажем Цели деятельности кооператива Виды деятельности кооператива План деятельности да скажем Ну для чего это делается И у меня есть в любой момент Возможность его отозвать да скажем То есть вот та же доярка Можешь прийти сказать Знаете Сергей Иванович красиво болтает да скажем Ну последнее время ничего не делает Или вообще последнее время Тащит что-то из кооператива Давайте-ка его переизберем да скажем Давайте другого поставим Может быть ее даже я не знаю да скажем Но вопрос Не проблема в доярке Проблема В нравственности этой доярки да скажем Для чего она хочет там что-то изменить То есть ну бывает так что скажем Доярка как потребитель Увидела плохое качество Каких-то наших там кооперативных туфлей Зазвонила в колокол Подняла вопрос такой Что вот туфли у нас там плохие да скажем И мы их сделали ну нормальными Отреагировали да Ее мнение взяли и использовали Вопросу конечно управлять государством Должны специалисты да То есть это понятно Но вопрос Нужно ли нам это государство сейчас И об этом ли мы говорим То есть зачем нам сейчас К примеру говорить Об управлении государством Если у нас элементарно Не решен вопрос Управления своим собственным бытом Мы ничего не можем сделать в этом плане Вот эти все ТСЖ Которые мы создали да Они же ну не знаю Где-то может быть и работают Но пока даже это мы не научились делать Я говорю о том Что давайте начнем сейчас с малых вещей да Давайте научимся вместе покупать Вместе производить Управлять То есть надо же учиться Искусству управления да Как бы ну если Есть возможность кстати Многие из наших единомышленников Пытаются идти Государственную думу да Скажем я просто знаю этих людей Уже я просто знаю Лично людей Которые хотят стать депутатами Я буду за них голосовать Потому что я этого человека знаю в быту Я знаю как председателя колхоза Скажем да У нас есть председатель колхоза Сейчас баллотируется в государственную думу Я буду за него голосовать Потому что он в своем колхозе Проработал 17 лет За эти годы колхоз из Ну как бы Плохого поднялся в хорошие То есть этот человек умеет управлять И самое главное да Скажем в управлении Это цель управления Вот просто задумайтесь Для чего люди идут во власть Если он идет во власть Для того чтобы принести благо людям Это благая цель И даже если он не специалист Даже если он дилетант Рано или поздно он научится Но ведь большинство идет опять же С этим я Для того чтобы дума дала мне Или там не знаю какой-нибудь там Совет Федерации Или еще там любой там выборный орган Возможность жить лучше других Да как бы Показать какой я замечательный Какой я крутой Какой я успешный Ну несколько мотивов Да как бы Или деньги Или тщеславие Но это все для себя Это не для людей Вот когда люди начнут идти в думу Для того чтобы менять мир к лучшему Мир изменится к лучшему Ну а доярко скажем Управлять государством Может конечно Но вопрос Управлять должно общество На каких-то Для всех Благих законах Да скажем То есть мы Если решили решить вопрос Молока нормального Да давайте сядем Все вместе подумаем Ну может быть действительно Пальмовое масло лучше молока Давайте все вместе подумаем Те кто хочет пальмовым маслом питаться Вот сюда Мы вас не трогаем Те кто хочет пить натуральное молоко Вот сюда в этот кооператив Да это же добровольное дело Никто же не заставляет Это же не колхоз Куда загоняют там скажем Ну не знаю В 30-х годах Ну была необходимость Перед войной может быть Загонять колхозы Да скажем Чтобы другую экономику выстроить Но сейчас Мы никого не заставляем К нам вступать Более того мы не можем Заставить нам вступать Это просто юридическое лицо Кооператив То есть мы решили Покупать молоко Вот в этом колхозе И для этого создаем Свой магазин Кто хочет Велкам Кто не хочет Пожалуйста У вас такой большой выбор Молочной продукции Да скажем Пожалуйста Ну в общем С управлением вопрос сложный Цели управления Цель должна быть Да вот управленцев Жизни срока Да скажем Качество жизни Да допустим Малоимущих стало в стране меньше Вот как бы идет человек во власть И он говорит Я ребята хочу План себе поставить В ближайшие 6 лет Мы смертность уменьшим На столько-то процентов Благодаря таким-то мерам Да скажем В экономике Такого-то роста добьемся Благодаря таким-то мерам В сельском хозяйстве То-то сделаем Да скажем Вот это понятные цели А давай потом брать И каждый год смотреть То что ты ставил В качестве цели И то что ты получил Да к примеру Вот А так сейчас получается Одни лозунги Да скажем Рассказы А как бы Вот на самом деле Конкретные цели Мало кто озвучивает Согласитесь Да скажем Если вот В свое время В советской экономике Была цель Увеличить производство Куриных яиц Вдвое Да скажем За пятилетку И потом смотрели Выполнена эта цель А сейчас знаете Повышать Интенсифицировать Ну это не цель Это болтовня Поэтому человек Который идет во власть Должен вопрос Чем он руководствуется Собой Своим личным Там благополучием Или благом общественным Да скажем Или с любовью к себе Вот так скажем Просто если сказать Понятно Вопрос следующий От Виктора Леонидовича Сейчас Слушал запись эфира С Федором Он ясно сказал Что страна в оккупации Так почему Вы живете По законам оккупантам Почему платите налоги Оккупантам Где ваше сознание Зачем вы Регистрируетесь У оккупационной власти Давайте Как бы Вопрос такой сложный То есть С точки зрения оккупации Да скажем Я с этим полностью Согласен Да то есть Допустим Экономически Мы оккупированы Нравственно оккупированы Идеологически оккупированы Да получается То есть У нас Засилие Западных корпораций Которые управляют Нашими мозгами То есть Это их специалисты Пишут нам Нормативные документы В министерствах Сидят Да скажем Я это прекрасно знаю То есть Скажем Появляются вот эти Всякие некоммерческие Организации Финансируемые Из западных Всяких фондов Некоммерческих Которые пишут Всякие инструкции Нормативные документы То есть Это все работает Допустим Во вред нашей экономике Да то есть Если вот так брать Допустим Нормативное Все это изобилие Которое Последнее время Каждую там Неделю-другую Выливается Тонны всяких Разных новых Нормативных актов Которые как бы Ну декларируют Что призваны Заботиться о потребителе И так далее Но поскольку Инициаторы всего этого Писания Скажем Западные Да там Транснациональные корпорации Которые финансируют Эти фонды Которые нам потом Пишут такие всякие Нормативные документы То они свои цели Преследуют Местная Чтобы экономика Не работала Чтобы местная Все разваливалась А они спокойно Получали новые рынки Сбыта А дальше И начинают реализовывать Свои цели Вместо сливочного масла Пальмовое Моя жизнь сокращается Не знаю на сколько лет А мне потом Рассказывают Их же С их каналов Кому принадлежат каналы К примеру Телевизионные И кому принадлежат Те ученые На какие гранты Они существуют Которые мне рассказывают О пользе ГМО О пользе глифосата Скажем Что его можно пить и есть А я не хочу Да скажем Ну вот получается Как бы в этом плане Экономически есть оккупация Идеологически берем Да скажем То есть получается Опять же Телеканалы Кому они принадлежат Давайте так вот скажем Я хочу знать Физических лиц Которым принадлежит Вот этот телеканал Физических лиц Это можно вычислить Правильно Этот телеканал Принадлежит такому-то ООО Это ООО Зарегистрировано в офшоре Там дальше коммерческая тайна Но теоретически скажем В этом офшоре Что же есть Какие-то физические лица Учредители этого фонда Да как бы Давайте так В долях К примеру Кто крупнейший Допустим Акционер Собственник вот этого телеканала Кто крупнейший акционер Вот этого допустим Химического препарата Который в каждой аптеке лежит И который нашим детям Предлагается Да скажем В свободной продаже Кто хозяин Вот этого напитка Шипучего Да скажем Который тоже Содержит там Не знаю сколько Десятков ложек сахара На стакан И кто хозяин инсулина Который потом будет употребляться Для лечения этого стакана В этом плане Окупация есть у нас Да скажем То есть моим детям С телеканала С утра до ночи Показывают рекламу Этого напитка Да скажем Который из них Сделает не знаю Жувачки там какие-то Что такое спартам Я не знаю что это такое Но мне кто-то сказал Что это очень плохая вещь К примеру Я хочу это узнать Я хочу знать Кто эту жувачку производит Кто ее хозяин Да скажем И какая связь у него С этой фирмой Да к примеру Почему я Если один раз В поисковике Наберу что-то У меня потом Вся электронная почта Завалена этой информацией Кто хозяин Вот этой фирмы Да к примеру Ну вот Как бы в этом плане Мы оккупированы Да скажем Но теперь вопрос какой Мы если бороться Вот мы говорим Давайте не платить налоги В этой стране Давайте тут не знаю Революцию устраивать Это неправильно Потому что надо Разобраться Как эта оккупация произошла Да в первую очередь Мозги наши поменяли На мировоззренческом уровне Из меня сделали Не человека А животное Которое призвано Удовлетворять Свои потребности С утра до ночи И потребности эти Совершенно ненормальные Они мне навязали их Да скажем Вот здесь в голове Надо оккупацию убрать Правильно В сознании Разруха в головах У нас получается Давайте разберемся Ведь это все просто На самом деле Почему мы скажем Пьем Почему мы курим Почему мы вот этот Препарат употребляем Почему вот этот напиток Вдруг пить стали Никогда не пили А тут начали Почему мы кулечки Пластиковые Теперь начали так активно Каждый по 20-30 штук В день выбрасывать Да скажем Вот здесь разобраться Да к примеру Себя начать Потому что понятно Что во власти А что мы можем предложить Для изменения власти Да к примеру Что мы можем предложить Для того чтобы Будет от оккупации Вот есть у нас допустим Рубли Есть доллары Да к примеру Кто печатает доллары Кто хозяин доллара Вот просто ведь Ну этот вопрос Сейчас часто поднимается Особенно Федоровым Там нодом Да скажем Но большинство народа И не хочет к этой проблеме Подходить Зачем мне это нужно Правильно То есть вот она оккупация Ты не хочешь в своей стране Разобраться По каким законам Эта страна развивается По каким законам Происходит Это вот именно Законом не написанным А таким вот законом Который в головах у людей Это же тоже понятие Да скажем Тоже матрица По которой мы живем И существуем Вот с этим надо разбираться С этой оккупацией бороться А потом скажем Выскать методы Объединяться Та же кооперация Это как раз таки Наша партизанская война Иначе это не называю Я вот Последнее время Там много статей всяких Стал писать На афтершоке В основном публикуется Вот одна из них Дурак предатель партизан И вот в сельхозе Я выступал тоже Этот вопрос поднимал в Москве Что я считаю Мы сейчас разделились На дураков Которые не понимают Что происходит На предателей Которые понимают Что происходит И помогают нашему врагу Геополитическому Нашу родину уничтожать С нашим народом И с нашим населением Да скажем И партизан Которые борются Но которые борются Не друг с другом Потому что это основная задача Вот этих западных Наших партнеров Кавычков Да скажем Натравить нас друг на друга Православных на мусульман Там не знаю Буддистов Там на экономистов И стравить Чтобы мы Многонациональная Наша цивилизация Объединенная русским языком Историей общей территории Да скажем Чтобы мы друг на друга бросились Да к примеру Чтобы мы пошли Брат на брата войной А мы должны разобраться Партизаны должны своих найти Да скажем Дураков перевоспитать А предателей выявить Как бы Или перевоспитать Или победить Да скажем Вот наша задача Как бы Окупация у нас в головах происходит Давайте разбираться с собой То есть Давайте разбираться Что мы едим Что мы пьем Что смотрят наши дети Что мы сами смотрим Чем мы свою жизнь Заполнили И какая цель нашей жизни Вот ради чего мы живем Ведь это такой глобальный вопрос Ради чего мы живем Ради сегодняшнего вечера Чтобы сегодня сесть за стол И по 50 Ради этой субботы Ради вот этой рыбалки Ближайшей Да как бы А ведь глобальная цель есть у нас Ведь мы можем управлять Этой планетой Мы можем дать Этой планете Другие цивилизационные коды Другие совсем Перспективы жизни Это наш мир Мир любви Мир справедливости Эти слова не звучат часто Но от этих слов Надо отталкиваться И строить общество Построенное на правде На справедливости На милосердии Общество построенное на любви И это как бы Ну вот не знаю Те коды Те стереотипы Которые наша цивилизация Ну русская назовем Многонациональная русская цивилизация В себе всегда несла Несет И будет нести Это наше предназначение Как бы это высокопарно не звучало Но мы сидим И два часа говорим Об одном и том же Скажем по большому счету О справедливости И о любви О мироустройстве Нам это интересно Не знаю сколько человек нас слушает Скажем Но в последнее время Моя жизнь вся этому посвящена Я понимаю что как бы Это мое предназначение Как-то попытаться этот мир изменить Изменить в лучшую сторону И таких людей Я уже встречал Вот за последние полтора года Моя жизнь изменилась Последние полтора года Скажем принципиально Массу людей я встречал Вот огромное количество людей Я встречал Которые тем же самым обеспокоены Это предназначение нашей цивилизации Понятно там сейчас очень много людей Смеются над нами Да скажем Но пусть они смеются Пусть они что-то недопонимают Но как бы Ведь мы сейчас говорим О модели мироустройства Другого общества Да скажем Ведь в этом обществе Не будет Ну столько зла Сколько у вас сегодня Пусть он станет меньше Хоть не намножко Но мы об этом говорим И мы это делаем И мы это самое что интересное сделаем Скажи пожалуйста Музыкальная пауза Тебе нужна чтобы отдохнуть? Да нет Я выступатель То есть мне эта тема Очень интересная Если народ не напрягается Скажи Я не знаю там отзывы Как бы как вы Народ напишите Вы напрягаетесь? Нет Если напрягается Тогда музыку поставим Но уже два человека написали Что можно музыку поставить Так ну давай еще один вопрос Рассмотрим Виталий задает вопрос В эфир Не получится так Что мы получим Такой же момент Что мы задавим Индивидуальность человека Коллективизмом Вот теперь давайте так Скажем На счет индивидуальности Получается Есть вот этот Ну условно скажем То есть индивидуальность моя Она распространяется До тех границ Пока я не причиняю вреда Другим людям Скажем То есть это очень важный Такой критерий Ну вот В мироустройстве Должны быть такие Пути развития общества Да там Или пути Ну поступки какие-то Где получается Мы находим полную Абсолютную гармонию Чтобы и мои Не ущемлялись интересы И никому я не мешал И мне никто не мешал Ну вот как бы так Мы это общество Должны построить Вот давление Допустим Коллектива над обществом Вот я сейчас предлагаю Ни с кем не воевать Ни с кем не конфликтовать Просто Я нашел сейчас там Ну 7-10 колхозов Которые готовы Помочь мне И я им готов помочь Состроить свой мир Как бы вот на этих 10 колхозах Мы хотим свои магазины Открыть Занять своим производством Мы сейчас подумываем о том Вот как бы было здорово Делать из соломы Которую мы сейчас сжигаем Биоразлагаемую посуду Как бы было здорово Из зерна Которую мы сейчас За копейки продаем Делать биоразлагаемый пластик Как бы было здорово Чтобы у нас Вернуться к тем Что раньше Скажем в советском колхозе Была своя овощная бригада Была своя молочка Было свое там Не знаю Мясо Как бы сейчас этого нету Сейчас как бы Колхозники простые Да как бы Жители села Идут в магазин Идут в сеть Они уже в сети В колхозах И покупают там молоко Покупают там Не знаю Китайский чеснок Как бы Но это ненормально Мы хотим вернуться к этому Но мы же никого не заставляем Понимаете Как бы мы не можем Заставить этого человека здесь Просто не можем Просто мы создали Юридическое лицо Куда ты вправе вступить И в любой момент Вправе выйти Да скажем Мы никак не можем Подавлять индивидуальность Мы не можем В кооперативную школу Заставить ходить людей Да других То есть вот тут Как раз таки Эта схема Она интересная Она не подавляет Индивидуальность Она позволяет Индивидуальностям Объединиться Во имя общего блага Да скажем Вот есть человек Который хорошо поет Да скажем Давайте возьмем Кооператив Пусть он ездит По нашим там Кооперативам Там и поет Да скажем Вот есть человек Который Ну не знаю Там глиняную посуду Лепит прекрасно Там вот Ему это нравится Давайте возьмем Это его индивидуальность Давайте найдем Применение его индивидуальности Да скажем Может быть кто-то захочет Эту глиняную посуду Себе взять Но ни в коем случае Не заставить То есть вот как бы Это тоже стереотип Они специально навязаны Что вот Как только мы говорим Кооперация Подсознание Включается этот механизм Ага Сталин всех загнал В колхозы В колхозах всех убили Там да скажем Всех заставили там Ходить в строем В одинаковые одежды Все там Китай Не Китай Это там Коре Никого туда не загоняем Если мы открываем Свой кооперативный магазин Человек хочет Приходит и покупает Молоко у нас По 40 рублей Натуральное К примеру Не хочет Идет в сеть Покупает Не знаю натуральное или нет Это уже его личный выбор По 70 рублей Пожалуйста Скажешь Ну как я могу заставить человека Прийти в наш кооперативный магазин Или если мы откроем Свою кооперативную больницу Ну здравницу Скажем так Профилактическую Вот Ну как можно заставить человека Куда ходить То есть вот как бы Понимаете Мы хотим другие принципы запустить Скажем Вот если сейчас получается Обо мне никто не заботится Всем наплевать на меня Скажем Заболит у меня что-то Не заболит Я один в этом мире Да как бы Ну там ближайший родственник Может быть друзья Как бы и то Но ведь мы хотим создать систему Где кто-то придет и скажет Сережа Знаешь что Тебе 45 лет Да скажем Сходи пожалуйста на УЗИ Проверь то-то-то Сдай кровь Проверь то-то-то Да скажем Не кушай вот это Вот это вредно Вот у нас есть лаборатория Она доказала Что вот на крысах провели опыт И крысы кушают Вот какие-то зернышки Потомствуют вот такое У этого потомства Развивается рак Не кушай На всякий случай Да как бы Ты же в праве выбрать Между вот этим И вот этим продуктом Тот продукт Который наши предки ели Да который твой папа ел Который твой дедушка кушал Да как бы Зачем тебе это нужно Новое вот это Что ты как бы Последнюю там не знаю Булку хлеба доедаешь Без масла что ли Да ты же как бы Составишь руки Ноги все есть Да Ну вот давайте Друг о друга заботиться Да скажешь Давайте врачу платить За то что я здоровый Давайте программисту платить За то что у меня программа Которую он сделал Работает И он мне не нужен Мы же живем в мире Поставленном на голову Смотрите что происходит Я допустим программист Если я работаю честно Я автоматизировал предприятие Поставил ему программу Она у него работает Все Как бы он мне больше Ничего не должен Да к примеру Я должен или искать Следующее там предприятие Автоматизировать его Или на этом Засунуть какие-то там Баги фичи Не знаю что там Чтобы оно постоянно ломалось Чтобы вы постоянно звонили Сережа у нас не работает Сережа нам надо это закрыть И я с них беру бабки Да как бы Но ведь в идеале скажем Мы создаем программу Которая работает И не надо тебе ломать голову На то что крестик Из правого угла В левый переместился На то что раньше ты знал Как отправить Это письмо электронно А теперь там что по новому Давайте сделаем Один раз хорошо Как мне удобно И я готов Как бы часть своего дохода Выделить в общину На то что содержится Тот человек Который эту красоту Всю для меня создал Я готов часть своего дохода Да как бы Или часть своего труда Вложить в общее дело Для того чтобы тот же врач Пришел и сказал мне Знаешь Я тебе советую Делать то-то и то-то И ты никогда не придешь Ко мне с камнями в почках Да скажем Но ведь я должен Вот я сейчас врач К примеру Если взять Он за что получает За больного человека Да то есть Если я заболел Я пришел Оставил денежки у врача Да к примеру То есть хороший врач Который меня вылечил Остался без денег Я больше к нему не приду Да скажем Тот врач Который меня Ну скажем Будет теперь постоянно лечить Да скажем Будет постоянно получать деньги Я хочу чтобы моя машина Ездила и не ломалась Я не хочу каждые там Три месяца То одно поменять То второе То вот это поломалось Пусть мастер Который обслуживает мою машину Скажет так Вот это надо менять Так-то так-то Вот это уже смотрим Как бы застучало Поменяли Вот Ну в общем я плачу деньги За то пока моя машина работает Я плачу деньги пока я здоровый Да если на деньги пройдет Но вообще От денег надо и отказываться Будет нам все равно В этой системе Ну это такой вопрос Глобальный Конечно за три минуты Не раскроешь Хорошо Хорошо Прерываемся на музыкальную паузу Тут уже наши радиослушатели попросили И через пять минут Возвращаемся в эфир И продолжаем отвечать на вопросы Которые поступили в чате Народного славянского радио Вы слушаете Народное славянское радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народное славянское радио Напомню что по одному из современных календарей 26 мая 2016 года Четверг по одному из старинных Пятый день месяца ветров 7524 лета Вторник Новая экономика потребительской кооперации Такова тема сегодняшнего эфира Главный с ведущей Сергея Грошев И иногда Надеюсь будет ступать Юрий Тяжелов Напоминаю нашим радиослушателям Что вопросы мы принимаем Из чата Народного славянского радио Для этого вам достаточно Войти на сайт Народного славянского радио Для этого в любом поисковике Наберите как раз тут Связку слов Народное славянское радио После этого окажетесь На сайте Славмир.орг И там ищите слово Чат Нажимаете на него Если еще не регистрировались Придумываете логин-пароль Указываете e-mail Куда вам приходит ответ И вы сможете пользоваться чатом И задавать вопросы в живой эфир И общаться с друзьями Ну а если вы уже регистрировались То в этом случае вам не надо Никаких сложных действий Просто логин-пароль вводите И все Также напоминаю Что у нас работает социальная сеть Первая славянская социальная сеть В которой ваши данные Никуда не будут уходить Где вы можете общаться Своими друзьями Задавать какие-то вопросы Организовать какие-то темы Обсуждать что-либо И так далее Но везде И на сайте И в соцсети И в чате Действует одно правило Никого мы не ругаем Мы стремимся Объединиться Наша задача Понять друг друга Наша задача Жить по нашим древним правилам По нашим древним конам Не пытаться устраивать Раздраи и ссоры Вот те, кто понимает Это Те, кто уже дошли до уровня Человеческого А не человекообразного В случае, пожалуйста Милости просим Вместе создаем Что-то новое Из хорошо забытого Старого И так Я хочу, чтобы Если Юрий Алексеевич Ты еще с нами Что-то, может быть Ставишь Там несколько слов Как-то прокомментируешь Услышанное Прежде чем продолжить Разбирать вопросы Да Здесь как бы Такие вопросы Попадались Что первичное Сознание Но подтекст ясен То есть Что хотел Спросить То есть Человек Он хотел подчеркнуть Что Не слишком ли Не слишком ли Много Именно Кооперации Времени Уделено Или Это наша Сила Кооперация Так вот Те способы Выхода Из системы Те способы Которые Возьмут Объединение Которые Возможны В текущей Ситуации В оккупации Так называемой Статей Насчет оккупации Дополнительно Скажу Именно Те способы Почему-то Не используют То есть Все Что Объединяет Людей Все Что Дает Возможность Скажем так Не хотелось бы Называть Слово Выживание А вот Именно Решение Вопросов Именно Правильном Вече То есть Продукты Питания Значит Здоровый Образ Жизни То есть Вот Все Все Вот эти Способы Ведения Они Хороши И Дополнительно По оккупации Хочу Сказать Что Посмотрите Как Был задан Вопрос Интересно Значит У нас Оккупационные Власти Так Оккупация Извините Может быть Незримой Скажем так Через То Что было Сказано Просто Я хотел Это подчеркнуть Что Оккупация Она Современная Гибридная Так Называют Гибридная Война Вроде Боевых Действий Нет А люди Гибнут Вот как раз О продуктах Питания От Информации От Того Что Алкоголь Пропагандируется Вот она Война То есть Напрямую Людей Убивают Точно так Управляют Не напрямую Управляют Через Пятую колонну Управляют Через То есть Другими Способами Ведения Законодательства То есть Те же самые Фирмы Которые сидят Там Константин Говори Кстати Кто не в курсе Очень много Консалтинга Фирм Оказывается Участвует В этих Разработках Законопроекта Ну и В том числе В обереге Интересов Производителей И так далее То есть Такое Незримо Управление То есть Оно Вроде Посвенное Но Когда В комплексе Оно Оказывает Точно Серьезное Влияние На Экономику России И вообще На общество Вот Поэтому Как бы Крупливно С каким-то Вопросы Задается Но Это Следует Разъяснить Еще Дополнительно Хотел бы Про общество Сказать Были Было Сказано В передачах Когда-то Еще Перед Новым Годом Что Есть Определенные Законы Развития Человека Развития Обсти Они То есть Если Ты понимаешь Процессы То Всех Передемить Невозможно То есть И общество Оно не может Выжить Если Оно Остается В определенной То есть Внутренние Вот такие Механизмы То есть Внутренние Правила Вводятся В том числе Вот эта Прибыль Это Это Уже Противоречит Обще 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 Интерес То есть Даже Вот Вопрос Связанный С Прибыль Он Противоречит Обще Интерес Углубляться Здесь Скажем Так Глубоко Не думаю Что Необходимо Но Каждый Может Понять Что Это Эгоизм Это Эгоизм Когда Ради Собственной Прибыли В общем-то Люди Идут Против Интересов Общества И поэтому Это Общество Будет Изменено Оно Уже Меняется И Благодаря Людям Которые В общем-то Они Свою жизнь Заводут Скажем Так На это Дело Которые Готовы Менять И Находят Механизмы Изменения Общества Это Общество Будет Меняться Потому Что Скажем Так Его Развитие Будет Понимать То есть Принципы Развития Закона Развития Будут Понимать Все Они Не смогут Пойти Против Этих Законов Потому Что Жизнь Общества Будет На основе Сознания Реальности То есть Реальности Скажем Так Которая Не позволит Сознание Не позволит Обществу Пойти По другому Пути И Развитие Общества Оно Уже Описано И Развитие Человека Описано Описано Николая Челевашова Его Труда И Описано Это С точки Зрения Тех Процессов Которые Происходили И Мешали Этому Развитие Общества И Кто Этому Мешал Если С точки Зрения Старины Исключительно То есть Принципов Которые Были Ну Скажем Так Смотреть Как бы В историю Ближайшую Далеко Заглянуть Тяжело То Можно Не Увидеть Этих Законов Некоторые Можно Не Увидеть Поэтому Можно Изучать Вот Эти Сами Принципы Принципы Кооперации Принципы Коллективной Работы Где Индивидуализм Есть Но Индивидуализм Он Не Самоцель Когда Ради Индивидуализма Нарушаются Общественные Принципы И Как бы Вообще Последовательность Правильная Последовательность Развития Общества Вот А общество Это сложный Механизм Сложный Механизм Который Извините Надо Учитывать То есть Его Интересы Надо Учитывать И тогда Все пойдет По-правильному Вот Основные Моменты Которые Хотел Покомментировать Хорошо Благодарю Тебя Ну Что ж Мы Переходим Дальше Вернее Продолжаем Разбирать Вопросы Которые В чате Поступили Уже Я говорил Как можно Попасть В чат Для этого Набирайте В любом Пусковике Народное Славянское Радио Ищите На сайте Славомир.org Слово Чат Нажимаете На него И дальше Если 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 Не Зарегистрирование Придумайте Логин И пароль Указывайте E-mail Куда Придет Ответ И После Этого Сможете Пользоваться Чатом Задавать Вопросы Переписываться С друзьями А вот Из чата Как раз Максим Задал вопрос В эфир А не будет Ли проблем У кооперации Со стороны Глобальных Корпораций Они Так Просто Долю Рынка Не отдадут И наверняка Свои Козни Кого-то Натравливать Какие-то Там Еще Неприятности Делать В конце Концов Например Товарищ В кавычках Чубайс Все Чубайсу Пристают В кавычках Чубайс Электричество Отключит Ну Здесь Вопрос Видите Что В кооперации Допустим Какой-нибудь Инспектор Вполне Возможно Выберет Именно То молоко Которое В кооперативе Будет У нас Скажем Вот Электричество Мы можем Сами Сделать Корпорации Проблема Большая Есть Но Вот Юрий Этот вопрос Затронул Что Есть Законы Мироздания Которые Никто Не сможет Изменить Как Условно Были В свое Время Динозавры Огромные Здоровенные Ходили Ничего Не боялись Были царями Появились Млекопитающие Маленькие Лешивенькие Первые Какие-то Были Нету Динозавров Млекопитающие Вытестили Яйца Динозавров Съели Теплокровными Были Динозавры Холоднокровными Но Эта мелочь Выжила А этих Мастодонтов Мы уже Не видим Точно так же Транснациональные Корпорации Зачем Мне покупать Это транснациональное Молоко Которое Срок годности Один год Я не хочу Я не буду Я как потребитель Свой выбор Сделаю В пользу Местного Объединения Колхозов Или фермеров Со своей лабораторией Мы можем Противостоять Этой махине Став Такой же махиной Но с другим Законом в голове С другими принципами В голове С любовью В голове Есть у них Санитарные нормы Давайте их выполнять Есть у них Налоговые Какие-то Нормы Давайте их выполнять Давайте создадим Лучше чем они Давайте создадим Эффективнее чем они Давайте их победим На их поле боя Сделаем Лучше чем они Сделаем дешевле чем они Давайте просто Есть 3-5% Людей Которые нас слушают Которые нас слышат Остальные хотят банально покупать дешевле. Давайте продадим им дешевле. Давайте продадим им здоровые продукты. Давайте продадим им пиоразлагаемый пакетик. Давайте продадим машину, которая будет ездить. И продав, скажем, вот видишь, какое у нас сообщество. Видишь, как мы заботимся друг о друге и о тебе тоже. Давайте безвозмездно это сделаем для тех людей, которые не с нами, которые пока не понимают, о чем речь идет. Которым все равно. Которые просто говорят, что мне нечего жрать. Давайте их накормим. Давайте найдем им возможность трудиться. Не работать на эту систему, а трудиться в нашем кооперативе. И тогда транснациональные корпорации ничего с нами не сделают. Их нет. Нет никаких транснациональных корпораций. Есть люди, которые одни управляют другими через идеи. Через внедрение в мозг каких-то образов неправильных. Люди. Транснациональная корпорация. Это что такое? Это просто на бумаге написано, что она есть. Но ее нет в действительности. За ней стоят опять же какие-то люди. Или маленькие винтики исполнителей, которые неосознанно действуют. Или люди, которые понимают, как мир управляется. И которые запускают эти все жернова, которые нас перемалывают. Просто они-то сами. Ну, к нам никто не приходит с автоматом нас заставлять делать так. Никто не заставляет пить, курить. Потреблять напитки какие-то ненужные. Сладкие, шипучие. Ну, ведь мы это сами свой выбор делаем, да, скажем. То есть мы можем отказаться от этого всего и победить их таким образом. Мы можем вовлечь наших людей, которые сейчас действуют на их правилах, да, скажем. Вовлечь их в свою систему. Вот есть очень интересная система, такая объединение производителей, потребителей через кооператив. Администрации, допустим, района, города или края, там, субъекта Российской Федерации в одно юридическое лицо. И прибыль получает и производитель, и потребитель, и органы власти. Если чиновник будет получать прибыль от этого совместного проекта, скажи так. Мол, завод мы делаем на паях. У него учредители, богатые люди нашего региона, да, как бы, пусть это, как бы, там, не знаю, главный прокурор, там, главный, там, не знаю, ветеринарный врач. Пусть они как физические лица вложатся в этот, там, скажем, или кооператив, который будет учредителем это общество. Или прям непосредственно в общество. Давайте им долю прибыли отдадим в производстве здорового натурального молока. Давайте долю прибыли отдадим администрации районов, в котором мы этот, мол, завод построим. Давайте долю прибыли отдадим на благотворительность обязательно, в устав это заложим. Они ничего не смогут с этим сделать, потому что все, что они делают, они делают нашими руками. Нет ни одного тут, как бы, американца, который сидит и нас заставляет, там, или, не знаю, там, американца, неамериканца, заставляет делать так, как просто есть механизмы, Которую они нам в голову внедрили Тоже прибыль, мы, скажем, за ней гонимся Те же самые напитки, которые мы потребляем Или там, не знаю, какое-то пальмовое масло Которое во всю выпечку его положили Во все молоко положили А мы с этим спокойно миримся А если мы от этого откажемся, да, скажем Ну, и потом, нас-то много, понимаете, куда То есть, ну, это кажется, что тут Или здесь один человек, здесь человек А когда нас, извините, там столько оперативов Тут тысяча, в этом регионе, в этом регионе Кого побеждать и кем, главное, да, скажем То есть, армии-то у них нету, получается Там воевать-то некому, на самом деле Мы сидим и нас напугают Картонным тряпочным драконом Нету никаких там людей, которые готовы Жизнь свою положить за идею Эти люди есть только в этой стране, понимаете Кроме нас, никто не готов отдать жизнь За идею Ни в Америке, ни в Европе Там все переводится на бабло, скажем И на какие-то другие понятия, скажем И все, опять же, ну, если мы сейчас с другой идеей выйдем Мы готовы за эту идею, да, там, не знаю Жизнь отдать, здоровье отдать, там, не знаю Время свое отдать, да, скажем Ну, что с детствами транснациональной корпорации Кто за них пойдет умирать, да, скажем Так, просто надо нам сформулировать четко Что мы хотим и действовать Хорошо, ну, ты же, наверное, встречал таких персонажей в жизни Как Шариковы, Полиграф Полиграфыч Ну, вопрос такой Смотрите, Шариков Полиграф Полиграфыч, да, как бы То есть, сейчас вопрос такой Ну, пришел ко мне Полиграф Полиграфыч Там, как бы, с чем-то там, ну, с какими-то своими идеями, да, к примеру Ну, мне они не нужны, да То есть, у нас, опять же, есть очень, ну, такие рамки четкие Мы, к примеру, занимаемся производством продуктов нормальных, здоровых Пришел Полиграф Полиграфыч их покупать и кушать, пожалуйста Чем-то он недоволен, давайте его слушать Нет, нет, давай разверну, я разверну, я понял Ты вопрос не до конца, значит, задал За Полиграф Полиграфыч им стоял Швонер Тот, который все делил, указывал И те, кто были не согласны, он продавливал свои власти Да, так вот, нам надо выявлять их Да, все замечательно Мы их знаем Чего их выявлять-то? Мы их знаем Но дело в том, что прокуроры Какие-то там, про кого-то еще говорил Это люди, которые очень часто связаны на местах с другими управленцами И это, как вот уже неоднократно проверки выявляли Что прокурор связан с полицейским начальством Полицейская связана с управой Управа связана с этим Ну, они так дружненько живут И друг друга все хорошо прикрывают А есть такие бизнес-воротила И эти, кстати, у нас в эфирах тоже проходили моменты Которые, ну, захотели, грубо говоря, там Заняли 100 гектар Взяли там, построили свинарник И в речке сливают дерьмо Из этого свинарника Там люди задыхаются Уже там все вымерло Потому что, ну, понятно, что это такое И пишут жалобы Ну, грубо говоря, в Москву С Москвы спускают вниз И они попадают к этим шариковым швондерам Которые идут к прокурору Говорят, слушай, вот такая телега Ты там этого прижми, там возбуди у него дело Ну, тот идет к минтам И говорит, вот там товарищ один выступает Мешает нашим Ну и так далее А тот, который вот этот свинарник И все бизнес строит Он просто оплачивает все расходы На то, чтобы те, кто недовольны Их просто убрать Это прямо вот можно даже Не то, чтобы по пальцам рук и ног пересчитать Это просто вот в газетах достаточно Посмотреть таких процессов Огромное количество Когда людей сажают За то, что они там за экологию бьются Или каких-то там негодяев На чистую воду уводят Это сейчас кругом навалом Так вот, исполнителями являются шариковы То есть, грубо говоря Вот появился какая-то кооперативная палатка Или магазин И там цены дешевле Чем в сети вот этого вот олигарха У которого все схвачено И просто-напросто Кто-то подходит к шариковым Которые сидят, выпивают на лавочке Говорит, вот вам бутылка самогона Вот вам канистра с бензином Вот этой палатки не должно быть Мы вас прикроем Все наши ребята И менты наши и так далее Дальше то же самое Появился какой-нибудь фермер Который не хочет сеть отдавать Ему говорят Ну или ты вообще никуда не будешь отдавать Либо нам А если ты будешь что-то против нас сделать То мы на твоем месте построим На законных основаниях Мы это все сделаем Подпишем все бумаги Построим то, что нам нужно Ну а ты будешь там где-нибудь банан Покурить в сторонке Понятно Вот такие вот Ну смотри, вот допустим так Наша задача не погибнуть в этой войне Да, к примеру То есть, наша страна оккупирована Мы пытаемся ее освободить И наша задача не умереть Да, как бы Наша задача победить Поэтому мы должны Четко себе представлять Что вот есть Не знаю, там молитва китайская Не молитва Господи, дай мне силы Бороться с тем, с чем я могу бороться Дай мне силы терпеть С тем, с чем я не могу бороться И дай мне разум отличить Одно от второго Да, скажем То есть, если мы не можем В открытую противостоять Вот этим, допустим Ну палатку поставили Ее сожгли Значит, надо искать другие механизмы То есть, к примеру Адресная доставка на дом Да, к примеру Найти бабушку какую-нибудь В доме, в подъезде Которая инициативная Найти там Руководителя ТСЖ какого-то С ним договориться На адресный сбыт молока По квартирам Нечего сжигать будет Да, к примеру Ну, скажем Да, но сразу вопрос Такой возникает Я понял тебя Сразу вопрос такой возникает Когда Ты понимаешь Что есть такая еще Немало Важная затратная Часть Это доставка Вот когда Ты доставляешь От разных фермеров Молоко Сметану Ну, другое что-то В одну точку Это одни расходы Когда у тебя Грубо говоря Адротранспорт И курьеры Работают По доставке В разные места То это увеличивает Резко Стоимость товара Потому что Курьер в день Должен обойти Некое количество людей Он не может обойти Сто или двести человек Или тысячу Таких курьеров Неопходимо Некоторое количество раз Необходимо Амортизация автомобиля Учитывать Необходимо Бензин Необходим Ему зарплату А людей Он обслужит Ну, может быть От силы Ну, двадцать-тридцать человек Это от силы Если он так вот будет Как белка в колесе Крутиться И посчитай Сколько нужно теперь денег Для того, чтобы Содержать целую армию Вот таких таксистов Которые будут Это все дело развозить И тратить Деньги на бензин И тратить деньги На амортизацию И восстановление машины Я вот немножечко Как бы Вопрос как бы В частности Мы занимаемся Глобальным вопросом В частности Можно тоже В каком-то доме Найти детей Которые Дело кроется в мелочах Дело кроется в мелочах Мы это могли не учесть А потом эти блоки В одном месте Нас победят В одном месте Нас там сожгут Ну, в другом месте Мы победим То есть вопрос такой Что когда-то Этот процесс Станет неопротивным Понятно, что Погибнут люди Уже погибли Скажем А легко ли было Нашим там отцам Дедам На войне К примеру Когда там просто Высунулся И тебя убили Да Ну, мы сейчас О чем говорим Что у нас В принципе Это скажем Ну, не так уж Они сильны Эти все товарищи О которых мы говорим Да, как бы Да, они-то не сильны Они просто платят деньги Таким дурачком Шариковым И шмондерам Которые выполняют Они их руками делают Давайте построим систему Можно я скажу А с чего ты А с чего ты будешь Платить деньги Если у нас нет Прибыли в кооперации Да, пожалуйста, Юр Да Ну, здесь же вопрос Надо научиться Воевать Вот и все Ну, научи Научи, ну давай Да Кооперация Это один из способов То есть Когда ты решаешь Вопросы В системе Используя В том числе Законные способы Вот А законные способы Можно даже И в судах Есть прецеденты Люди выигрывают Вот И чем дальше Тем больше Потому что Тяжело скрыть Вот А если Если так вот взять Как будто говорили О оккупационной власти Она не вся Оккупационная Вот Это означает Что можно Апеллировать к власти И вопросы решаются Вот И Скажем так Вообще-то Олигархическая структура Она на грани То есть Если так вот взять Олигархическая структура Это означает Что То есть Они как бы Скажем так Их шаги Они только Могут объединиться Вокруг Целей Общества Которые задаются На текущий момент Лидерам государства Да Ну кроме лидера В общем-то И не имя Кого Кто бы Нормально реализовывался Вот на текущий момент И Получается Что Просто Скажем так Реальную картину Вот даже сейчас В этих вопросах Реальной картины нет То есть А реальная картина Такая Что Кооперация Позволяет решить вопрос Она реально позволяет Решить вопрос Мы сейчас рассуждаем Вас там сожгут А сколько Кооперативов И люди работают Понимаете Это У страха глаза Велики Так вот я и говорю Надо научиться Воевать В этих условиях Значит Изменятся условия В тех условиях Так и победили Ну понятно Я тебя понял Юр Помнишь Есть такой Капитал Труд Маркса Да Вот там написано Про капиталиста Если он получает Некую прибыль Больше определенного процента То в этом случае Он готов пойти На любое преступление Вот это сейчас Очень четко видно Кстати Еще далеко За примером Отходить Берем Такая есть Адыгея у нас Российской Федерации Вот там сейчас Проведется суд Уже в течение Несколько лет Когда человека Который Вот Я реальный пример Привел Про свинокомплекс Ему дают Около шести лет Реальных Реальных Шести лет То есть Без Права там Апелляции И всего Просто Его давят И давят реально И уже писали Какие только инстанции Не писали Чуть ли там В ООН уже не писали И все равно давят И реально идут суды Только за то Что он указал Что вот эти вот товарищи Они травят Реки Они травят поля И местным жителям Уже невозможно быть И проводились проверки Которые доказали Да Так оно и есть Навозы излишек Да Свиньи содержатся Не так как должно быть Да Это Это И все равно Потом это убрали Заменили на другую бумажку И кстати Эти люди Которые там У власти Находятся Они покрывают тех Которые вот эти свиней Содержат А те которые свиней Содержат Они находятся В государственной думе Между прочим Это люди Из государственной думы Поэтому У них там все нормально В Адыгее все схвачено И такие же примеры Есть не только в Адыгее А и в других Республиках Российской Федерации Поэтому когда мы говорим О каких-то маленьких ларьках Ну да Сожгут Построили другое Здесь сожгли Там не сожгли Когда мы говорим О том что Например наступим На горло Какого-то свинокомплексу В этом случае В этом случае Первым Любой миллионер Или миллиардер Он очень сильно Возмутится Потому что Вы лишаете прибыли А он не готов К операции работать Он готов получать Полностью все деньги А не делиться с кем-то И он не альтруист Вот в чем проблема Мы сейчас говорим О том Как хорошо бы Да я за это И наши радиослушатели Думаю тоже за это Но давайте поймем На каком этапе Вернее На какой уровень Нас допустят Для того Чтобы там Не начать просто убивать Резать Сжигать Вот когда мы говорим Просто на этапе Каком-то там Ну соединились Два фермера Или три фермера Ну продают молоко Стоят В какой-то деревне Или в каком-то городке Ну с бочкой приводят Там по фермам проехалась Бочкой набрали молочка И продают Это одно Ну привезли еще Сметанки Творожку Это пожалуйста Вот где-то вдоль деревень Едешь и смотришь Каждый день В такое-то время Стоит там Надпись молоко Продают прям с фермы Напрямую Это нормально Как только мы говорим О том Что мы заменяем сети Как только мы говорим Что к этим сетям Подключаются Честные фермеры Которые выращивают По правилам Скотину Которые выращивают По правилам Без ГМО Без всякой дряни Без пенсицидов Картошку Морковку И другие наши овощи Или фрукты То в этом случае Мы наступаем на горло Тем Которые люди Описаны в капитале Товарища Маркса Вот это Мы как-то учитываем Мы с кем сражаться Собираемся С теми Которые сейчас Имеют все деньги И которые купили Места в Государственной Думе А таких примеров Можно тоже Огромное количество Просто так Прямо загибать пальцы И называть Или те Которые Хорошо общаются С прокурорами Или те Которые Бумаг огромное количество Писалось Я говорю Вплоть до Приемной президента Оттуда идет возврат Потому что сам-то Владимир Владимирович Не читает эти бумажки Там есть целая Бригада Помощников И для них Например Это дело Является второстепенным Или они по каким-то причинам Не хотят его рассматривать Они спускают по инстанции Возвращается Самое смешное На стол К тому На кого жалоба идет Вот в чем дело Здесь вот Я же не просто Это говорю Я читаю То что в чате Пишут Здесь есть реплики Это вообще О каком государстве Мы говорим О каком суде То есть Вы о чем говорите Когда мелко Какая-то Там Между двумя Людьми идет Разборка Двумя соседями Ну там да Еще судья Может так подумать Что-то сделать А если идет Наезд На какого-то Олигарха Или Любимчика Властей То в этом случае Идет просто Звонок Судьи О том что Ребята А что это вы там Допускаете Такие разборки Нельзя Это наш человек Это же Ну Что об этом говорить Это открыто Сейчас все присутствует Я думаю Что не только В Российской Федерации Но и Вообще по всему миру Это развито Как это может быть Какой-то другой Есть вариант Потому что Это война На сегодняшний момент Война Вот это на сегодняшний момент Она Ну Будет приводить К плачевным результатам Почему Потому что Вот опять же Я же часто разговариваю С людьми Вот начинаешь говорить А почему вы не объединяетесь Почему вы не создаете Какой-то компротив Почему вы не создаете Потребительское общество Почему вы не защищаете Свои права У вас вот прям помойку Вот Чуть ли не на край Уже вашего села Помойка свисает Уже над вашими домами висит Уже дышать здесь будет Скоро нечем Уже в колодцах Вода отравлена А что мы можем сделать Тут все куплено Мы ничего Это сделать не можем А те два дурачка Или две дурочки Которые ходят Подписи собирают Да они бы лучше Своей жизнью занялись Да они бы лучше Что они там занимаются Не пойми чем Какая там гражданская позиция И так далее Вот о чем идет речь У нас общество Атрофировано С точки зрения Гражданской позиции Большинство Другое Большинство Это Шариковы Которым что скажут То они сделают И даже они сделают То что будет В конечном итоге Вред им приносить Потому что Сейчас они получат Бутылку самогона Там тысячу рублей На запусть И им что-то там Посулят какую-нибудь Должность Или что-то еще Вот это надо понимать Нам возле вопрос Ведь здесь же был вопрос Что первичная Кооперация и сознание Был ответ Сознание С чем я тоже согласен Если мы пытаемся Шариковым донести Что вот это все Интересно и выгодно То в конечном итоге Шарик все равно Остается Шариковым Он сделает то Что ему скажет Швондер А Швондер укажет Что нужно делать И дадут еще деньги На это Вот эти моменты Не думай Что я какой-то там Противник операции Нет я наоборот Я эту тему поднимал Еще там Три-четыре года назад И тоже так же Всех призывал И люди загорались А потом Когда начинаются Какие-то мелкие Передряги Вот такие-то Говорили Что-то ничего не получается Как-то Как-то вот Начинают давить Начинают как-то указывать Вплоть до того Что просто приходят Люди так битые Перед носом Там стучат по себе По ладошке И говорят Ну так ты что Будешь по-человечески Работать или как Вот даже до такого доходит То есть Элементарные угрозы Я говорю Шариков огромное количество Воспитали Целое поколение шариковых Вот давайте Как-то с этим Сейчас разберемся А что тут это Тут на самом деле Вопрос в том Что Если Понимаете как Если вот это То что сейчас Озвучено Бояться Всего То может быть И очень многими вещами Не стоит В жизни заниматься Ну потому что Там Там Налоги Там Это Юр Давай считать Это крич Это крич души Крик души Потому что Вот это Наши же Слушатели пишут Я сублимировал все это И вот так выдал А вы специалисты Будьте любезны Ответьте народу Поддержите Поддержите народ Не только агитацию Ну такими Правильными советами Давай Сказать что Можно отстаиваться Не отстаиваться И вот там Неоднократно Сам лично Сейчас Там Различный Отстаиваться Позиций А если Она не Не отстаивается Скажем так Если вдруг Ты проигрываешь Но Здесь очень важна Общественная поддержка И вот Формирование Кроме Не просто Кооперации Формирование Вот этого Общества Которое тебя поддерживает Это одна из задач Потому что Сейчас Без общественной поддержки Это играет Огромную роль Просто Те кто нас слушают Возможно Не представляют Насколько Играет роль Общественная поддержка То есть Ты создаешь То непосредственно Структуру По сути Они можешь Не кооперативно Вот здесь еще вариант Совета гражданского общества Нельзя сказать Что это вариант Это на самом деле Один из механизмов Создания гражданского общества Когда люди на территории Заинтересованы В решении проблем территории И эти люди появляются И эти люди начинают Эти вопросы рассматривать И привлекать Ну Могу рассказать примеры Прекрасно Там В Домогер Когда Ну То есть И публикации в газетах 30 лет сидел Там Мэр этого города Руководил Вот Пожалуйста За 30 лет Все было схвачено Все было схвачено Все нормально было Вот Общественный совет Гражданского общества Стали Запустили общественные слушатели По проблемам Этого города Запустили Стали приходить люди Стали делиться информацией Была еще газета Которая публиковала Результаты общественных слушателей И информация эта дошла До губернатора Подмосковья И в результате просто Этого Мэра сместили Сместились Заменили на другого А другой пришел В совет Результат Давайте с вами взаимодействуем Вот Скажем так Можно Очень долго Заниматься Вопросами Скажем так Не критики Да А вот крит души Так В результате люди Надо просто Давать Людям Знания И представления От Тех способов Действия В различных Ситуациях И на самом деле От того Как Человек знает Он может Из любой ситуации Выйти И из любой ситуации Преодолеть Это вопрос знания То есть Давайте формировать То есть Даже наши Калибрячины Общество Таких людей Общество Таких людей Которые могли бы Ну то есть Вот Как Сергей Иванович На своем примере Увидел Как это возможно Сделать Так и Защитить Это возможно Тоже на своих Примерах Защитить И развивать Это возможно У нас огромное Количество Вот просто Задан вопрос Сейчас Крик души Да у нас Огромное количество Кооператив Вы просто Не представляете Сколько Вот давай Наверное Вот эти вот Примеры будут Очень вдохновляющими Для того Чтобы вот эти Крики души Как-то успокоить И призвать людей К действиям Алексей Мое мнение Еще тоже Выскажу Да Конечно Конечно Естественно Для того Эту буча Что-то Изоти Вопрос Вопрос Ты видишь Какой Получается Давай так Скажи Вот в этом Мире Вот если Представить Потерю Вероятности Есть какое-то Развитие Событий Которое Устроит Всех И прокурора И простого Крестьянина Фербера Ну вот Скажем так Всех Устроит Да вот Сейчас Получается Из-за чего Мы пьемся Что хочет Прокурор Да К примеру Жить в Красивом Доме Ездить На нормальной Машине Он будет Ну вот С этим человеком Его волю Исполнять А может быть Мы ему Предложим Тоже возможность Как бы Получить Все это Получить Вот Как бы От нашей Самоорганизации От нашего Самоуправления От нашей системы Дать ему Это дело Чтобы Сергей Сергей Понял Я понял тебя Смотри Не воевать против Я понял Я общался Смотри Сергей Я общался С некоторыми людьми Которые вот так В погонах И говорю А давайте Вот мы просто Без войны Без каких-то проблем Нам не нужны Революции Не нужны Перевороты Мы просто Создадим То общество Которое Будет жить По совести Чтобы всем Было хорошо Чтобы президенту Не приходилось Краснеть Чтобы народ Не приходилось Выживать Чтобы выбранность Была там По совести По чести Чтобы каждый Исполнял свой долг А не смотрел В рот говорящему Он сказал Очень правильные слова Очень я этого хочу Но понимаешь В чем дело Деньги мне платит То государство Которому я служу А не ты И твои проекты Сбудутся они еще Не сбудутся Неизвестно А вот с должности Я слечу Вот я вылечу с должности Если я вдруг Сделаю что-то не так Как мне сказали Вот там чуть-чуть выше Понимаешь И вот таких людей В погонах Огромное количество Они прекрасно понимают Что коррупция Это плохо Что вот эти заказные звонки И там дела Это тоже плохо Они это все Прекрасно понимают Но большинство из них Вот именно говорят А что ты мне потом скажешь Когда меня снимут с должности Ты меня куда пристроишь Где я буду жить Как я буду своих детей Там на что содержать И так далее И тому подобное Простые Такие жизненные вопросы Сдают И я Ну затрудняюсь Вот ответить Ну вот смотри Если наша система окрепнет Ну то есть Когда она окрепнет Даже так скажем У нас будут Прекрасные дома То есть У нас сейчас получается Села пустые То есть Есть возможность Строить каждому человеку коттедж Да Кто и подержит Сейчас кажется Это нереальным Что у нас денег нет Мы слабенькие Но если так представить Куда этому прокурору деться Да скажем Вот сюда Вот скажем Ну мы должны Это общество построить Если мы хотим победить Мы должны сейчас Отказаться Вот от того Что свое время Свободное тратить На всякую ренду Строить его Тратить силы Строить эти дома Строить эти заводы Там делать Да скажем Выстраивать свои сети Зарабатывать деньги В конце концов Да скажем Чтобы победить эту систему Чтобы каждый человек Вернулся Ну в лоно Как бы вот это Всеобщее братство Я понимаю Что это как бы Сейчас не верится Но скажем так Частно Если начать работу То есть Как только возникнет Первое крупное сообщество людей Туда уже никто не залезет Вы представьте Что такое Коллективная воля Сотен людей Тысяч людей Да скажем Ни один прокурор Ни один там Не знаю Там деятель Не сможет Против этой воли пойти Тем более Что если эта воля Направлена не на него Не на как бы Забрать у него кусок А наоборот Дать ему Дать ему Ну скажем Ему и его детям Ведь среди нас Очень много людей Уже стало Которые понимают Что тот иллюзорный мир Этих долларов Положенных в офшор В Америке Или там Виргинских островах Тот домик В Лондоне Или в Майами Это фикция Его отберут Уже отобрали У многих Уже Кипр срезал Да как бы у них деньги Ведь нету ничего У нас и нету другой родины Кроме этой страны То есть Очень много людей Это поняли Да скажем То есть сейчас Как раз мир меняется Не то что мы там Маленькие такие Слабенькие Вылезли из своей кооперации Вот мы мир поменяем Мир сам меняется Да как бы То управление миром Тот закон Скажем Который дан был миру На протяжении тысяч лет Пришел в негодность Разрушился Да скажем Наступает время Другого закона Время другой жизни И уже Хотим мы не хотим Мы можем только ускорить Этот процесс Ну с моей точки зрения Да скажем То есть Очень многие люди В поконах Это поняли Да скажем Нету там Никаких вот Теплых гаваней Посмотрите что в Европе Творится Да скажем Те люди которые Пять лет назад Покупали себе домишко В Испании Думали Ну ладно Сейчас еще немножечко Здесь в этой стране Туда дерну Уже понимают Что некуда дергать Там уже хуже Чем здесь будет Через год другой Правильно ведь Вот А что здесь будет Как бы А куда ему своих детей Отдать А где ему свою Лечить там Какую-то болячку Поэтому надо здесь Скажем Построить Ну понятно Что где-то не получится Кто-то может быть Даже и сядет Кто-то умрет Да скажем Но те люди Которые сделают Это дело Они как раз двинут Ну историю На следующий шаг Да скажем И рано или поздно Это время наступит Оно не может наступить Просто ну нет По другому То есть Есть законы божьи Да скажем Законы развития цивилизации Да как бы Она или погибает Или приходит Своему Ну скажем Следующему витку развития Мы не погибнем Уже Мы уже поняли Да скажем Как этот мир управляется Что надо сделать Да скажем Уже одни люди С утра до ночи Ездят там По всяким разным Лекции читают Там рассказывают В ютубе ролики Выкладывают Да несут информацию Другие люди Честно делают свое дело Да скажем Тоже скажем Человек в погонах В свое время Не бросил эту работу свою Да как бы там За копейки стоял Может быть вечером таксовал Может что-то такое Но он работал Да как бы он стоял Там защищал Ну как бы правопорядок Да по-честному защищал Кто-то сидел В научно-исследовательном институте И эти ракеточки Дорабатывал Чем ответить Да как бы без зарплаты Без ничего Он тоже на своем Участке фронта Отстоял Да скажем Ну эту Это продержался Это время Скажем Да то есть мы сейчас Просто от глухой обороны Переходим к Активной обороне От активной обороны Мы перейдем в наступление Рано или поздно Да скажем И то что где-то бой проигран Где-то человек сел Где-то беззаконие творится Да это плохо Да как бы Но это не война То есть скажем Да то есть рано или поздно Наш мир с нашими ценностями Должен победить Потому что эти ценности Ну по большому счету От Бога заложены Да как бы То есть это В любой религии Эти ценности есть Любовь, справедливость Там нравственность И так далее То есть просто Рано или поздно Или прокурор Поменяет свое сознание Да как бы Тот о котором Мы говорили Плохой Да скажем Или просто Он состарится Уйдет И вместо него Придет другой человек С другими представлениями О правде О справедливости Ну в любом случае Победа будет Как бы за этим Справедливым мироустройством Где каждому будет хорошо Потому что У прокурора Есть дети Если сам он зубами Если сам он со связями То он своим детям Даже если купит заводик Даже если он им положит Не знаю там Миллион евро Там на счет Или там еще что-нибудь В этом роде Да скажем Ну где гарантия Что так как в Кипре Не спишут этот миллион евро То есть надо систему Детям оставить Систему в которой Люди нужны друг другу И в которой им хорошо А не чужие деньги Да скажем Были марки немецкие Да как бы Их отменили Сейчас евро Завтра евро вдруг отменят Что тогда сделают Все наши товарищи Которые ну годами Свою родину продавали И меняли на эти бумажки Что они сделают Куда им деваться Кроме как строить здесь завод И на этом заводе Делать молоко А что они могут Теперь на свои евро купить Кто из них Может купить нормальное молоко И в какой сети То есть есть может быть Там у кого-то Свои фермы На котором они что-то производят Ну хорошо Значит он травится Тем дымом Который я выкидываю Кулечки Эти целлофановые И он дышит диоксином В своем загаженном городе Да к примеру Он от этого уже не уйдет Просто когда он это осознает Я думаю что Других путей Как объединить наши усилия И построить и ему И нам Всем нормальный мир Ну нету По-другому не может быть Можно добавить Добавляй Вообще Вот Надо создавать эту атмосферу Атмосферу Скажем так Которая Рассказывает О предателе Ну то есть вот этого Как бы чтобы Вот это понимание Расло О том что До какой степени Ну то есть просто Правильно разъяснять Это как делают ноты Я могу вот пример Привести ноту Вот Который буквально Разъясняет Как действует предатель Что такое предательство Вот Как это сейчас происходит И точно так же Через Ну то есть То что связано там Со здоровым питанием Вот эта вся активность Вокруг Трезвой России Ну то есть вот Затрезвость Движения Да Это все Это все Дает Не просто Это все дает Кумулятивный эффект И вот эти действия Общественные И даже наша передача И еще какие-то передачи И другие Посмотрите Как изменилось Даже на телевизионных каналах Все равно Есть изменения То есть Это должно подталкивать Это не должно Пугать людей Это должно подталкивать Просто есть И передачи выходят И про Тыщу И про то И про другое И то что люди могут Это Они начинают Это контролировать Сами Как только появляется Средство Уже давно С Сермаковой был разговор О контроле С ГМО-продуктами С помощью Маленьких устройств То есть То что Раз И определил Вот это ГМО И уже Над этим работают люди Деньги там находятся То есть Мы просто Знаете как В комплексе Люди не представляют Нужно доносить Эту информацию В комплексе Что Не надо бояться Точно так же Как наши предки Не боялись Там же В Велесове Вообще написано Что Скажем так Такой дух Что Вот собрались И все И там Эти греки Они просто В землю вырастали После времени Не могли руки Понять Скажем так То есть Бояться не надо И раньше Не надо было бояться То есть И Дело в том Что вопрос В знаниях стоит То есть Если ты разобрался То ты можешь Противодействовать Если ты На рожон Лезешь Ну конечно Ты получишь Ответ Так а Если ты Эту систему Изучаешь И понимаешь Как она действует Так ты Можешь другим Помочь В этой системе И Скажем так Война Она не заканчивалась Таристической системе Если ты понимаешь Что ж Теперь не жить Бояться В углу Себе Что это такое Вот И Находятся люди И вокруг них Еще люди Находятся И так По всей стране И так Вы посмотрите Какой эффект Имеет Даже при том Узком Позиционировании Нода Насколько Серьезная Позиция Пятая колонна Что это такое Это основа На которой Стоит Оккупационное Влияние Пятая колонна Это Леглахи в том числе И что Они боятся Об этом говорить Ну Вот и получается Что Ну Как бы Практические действия Где там Можно наткнуться Там И так далее А если Все что В комплексе Будет Попробуйте Остановить Сколько информации Там То же самое Виксельберг Уже Ну то есть Всех уже Зацепили Информация Есть в интернете Все А это Столпы Не просто Окупация Столпы Боразитической Системы Легатив Ну Либо Их просто Вынуждают Объединиться С Путином То есть Чтобы они Не были Методом Ну то есть Чтобы их Не использовали Не использовали Против России То есть Либо так Либо так Иначе Светут Национальная Овалия Тоже не просто Так появилась Правильно Поэтому При Души Он Как бы Вот его Как раз Мы сейчас И попытались Его Вот эта Позиция Дорать Что Вот сейчас Нас Прижмут Вот сейчас На это Так Нужно знать Как действовать Может быть Кто-то Не умеет Нужно Научиться Может Кто-то Не может Подсказать Почему Нельзя Что-нибудь Можно И Это просто Нужно Начинать С людьми Взаимодействовать Сейчас Вот Буквально Недавно Раз столкнулись Человек Занимается Тем Что Очень Глупоко Копнул Процессуальное Законодательство И Увидел Там Явные Противоречия А для того Чтобы Убрать Можно Даже Озвучить Они Могут Быть Убраны Если Они Озвучены Если Это Дошло До Власти Что Действительно Законодательство Не позволяет Решать Как бы Судебное Решение Вносить Справедливо Из-за Того Что Процессуальное Законодательство Противоречия И Проблема Может Они Искусственно Были Сознаны Может Нет И Таким Образом По-разному То есть Я Тоже Не Слышал Про Это Вдруг Оказывается Есть Люди Которые Этим Занимаются Причем Собирают По всей России Информацию И Вот так Не надо Бояться То есть Когда Вы Начинаете Этим Заниматься Вы Все Больше Получаете Подтверждение Того Что Это Возможно И Наоборот Это Происходит Эти Изменения Происходят Хорошо Значит Потом Еще Вопросы Почитаем Значит В чем Отличие Кооперации От Каких-то Других Известных Форм Взаимодействия Первое Что Кооперация Делается Очень Просто И Меньше Препонов Насколько Я понял Когда Сергей Рассказывал Препонов Со стороны Различных Управленцев И Получается Так Что Создается Это Общество Для того Чтобы Удовлетворять Необходимые Потребности Членов Этого Общества Еще Что Мне Понравилось Здесь Например Если Магазин Какой-то Строится Есть Договор С фермерами С поставщиками Непосредственно Напрямую То В этом Магазине Можно Применить Такую Схему Например Для Членов Кооператива Мы Продаем Товар По Себестоимости То есть По фиксированной Цене Которая Поступает От фермеров За вычетом Каких-то Может быть Небольших Расходов На что-либо Но При этом Эти люди Члены Сбрасываются Ежемесячно Какую-то Сумму Денег Для того Чтобы Поддерживать Этот Магазинчик Работоспособности То есть Оплачивать Зарплаты Оплачивать Налоги Электричество Свет Для тех Кто Не члены Кооператива Предлагается Та цена Которая Со всеми Добавками И Следующий Такой вариант Интересный Получается Что указаны Две цены Например Желтый ценник 10 рублей А обычный ценник 50 рублей И человек выбирает Стоит ли ему Стать членом Кооператива Чтобы брать Все по 10 рублей Но при этом Раз в месяц Платить там 100 или 150 рублей Или оставаться Обычным Покупателем Брать Хорошего Качества Продукцию Но при этом Не вступать В кооператив А просто Платить Как обычный Покупатель Правильно Насколько я понял Такая форма Предлагается Одна из таких Форм Да Это Несколько Моментов Кооперативам Присущи Допустим Прибыль Не является Основной Целью Дети Кооператива Мы не говорим О том Что кооператив Вообще Без прибыли Это как раз Та ситуация Которая Ты говоришь Что пришел Кооперативное Молоко Хорошее Он его купил Кооператив Заработал На этом деле Прибыль Но это Прибыль Часть вернется Членам Кооператива Еще удешевляя Их покупки Часть будет направлена На благотворительность Часть может быть Пойдет На какие-то Еще вопросы В расширении Деятельности Кооператива И так далее Это работает Человек Вступая в кооператив Обретает права Управления Кооперативом Права избирать И быть избранным В руководство Кооператива И на него Накладываются Какие-то Определенные Обязанности Или вносить Какой-то Ежемесячный Паевой Взнос На содержание Кооператива Или какой-то Объем Закупок Делать в этом Кооперативе По какой-то Определенной Системе Плановость Кооперативу От него требуется Чтобы он тоже Что-то внес Или может быть Трудом Он вошел Хороший юрист Будет нам помогать Юридический вопрос Решать В кооперативе Бухгалтер Может войти И помочь С бухучетом И вот Очень важная Черта Кооператива Один член Один голос То есть понимаешь О чем речь Если у нас 10 У каждого Одна десятая Если у нас 100 У каждого Одна сотая И вот здесь Получается Если несправедливые Какие-то В кооперативе Вопросы Решаются Ну нельзя Их протолкнуть То есть допустим Если я в ООО Один человек Но у меня Денег там 90 процентов А остальные Пусть 100 человек Но у них 10 процентов Денег Я один Решаю все вопросы Прав я не прав Справедливо Несправедливо То в кооперативе Получается решения Должны быть Справедливы И вообще Механизм должен Вот он сам себя Выправляет Он подводит того Что надо найти Справедливое решение Устраивающее В идеале всех Да потому что Один человек Ну как бы Который против Он не должен Большинством задавливаться То есть в идеале Мы должны прийти к системе И мы можем даже Это заложить в устав Единогласного Решения многих вопросов То есть вот мы как бы К оптному праву Возвращаемся В какой-то степени Да что я по крайней мере На своих колхозах Вижу на практике Что или единогласно Решение принимается Да и жизнь идет И развивается хозяйство Но как только начинается Что там 30 процентов Против там 70 за Это уже раскол Который приводит Обычно к краху Да скажем То есть мы в принципе Найти должны Такие варианты Которые Ну всех устраивает Вот это вот Высшая справедливость Высшее милосердие Да скажем Человеческого общежития Вот И принцип кооперации Да еще вот важный Выборность И отзывность руководства Да как бы что Очень легко Выбрать человека Очень легко Отозвать его Да Вот получается В современных структурах Там акционерное общество Общество с ограниченной ответственностью Не важно Какие качества У управленца Если у него больше денег То есть Тот у кого больше денег Тот и правит В обществах В этих да Основанных на прибыли А у кого больше денег У тех Кто их печатает Правильно А кто печатает деньги Давайте ответим Семен этот вопрос У кого мировые валюты Что такое Единый там Центробанк европейский Что такое Федеральная резервная система США Частные лавочки По большому счету Принадлежащие Частным банкам Принадлежащим Частным лицам Физическим лицам Ребята Мы кто вообще Идиоты что ли Мы не понимаем О чем речь Люди На тарабанили На печатном станке Долларов Пришли Купили мою землю Купили мои заводы Меня отсюда Они удаляют Они понимают Что в войне Ты меня не сдвинешь Да как бы Я возьму оружие И пойду Я и такие как мы Да скажем Но они меня удаляют Теперь потихонечку Они удаляют меня Из экономики Они удаляют меня Из политики Ну нас Людей Которые здесь жили Да скажем На нашей земле Мы понимаем это Нет что Просто напечатали Долларов Пришли Продали нам Сникерсы Которые дешевле Наших шоколадок были И завалили все рекламой И нету нашей Отечественной шоколадной промышленности Да скажем Сделали молоко Из пальмового масла Которое килограмм стоит 60 рублей Да как бы И нету сливочного масла Соответственно Крестьяне не может Своё молоко продать Соответственно Вырезали всех коров Вырезали коров Нет навоза Нет навоза Перешли на минеральные удобрения На химию перешли Да как бы Генно-модифицированные семена У них же купили Ребята Мы что идиоты что ли Неужели у нас нету мозгов Эту схему понять Примитивную Да как бы Сидят товарищи На цветных принтерах Тарабанят цветные бумажки Нас разводят Что это ценность Самое главное в жизни Ребята Ценность это солнце Да как бы Это здоровье Это наши дети Это наша земля Вот что ценность Да скажем А мы на что это променяли На бумажки Которые у нас на счету будут храниться На них ничего нельзя купить по-хорошему Нельзя съесть больше Чем мы потребляем А потреблять мы можем То что у нас есть вокруг Всё Мы можем сегодня Начать менять этот мир Да как бы Нам не нужны эти бумажки Нам не надо продавать туда нефть В обмен на трейджерис американский Нас разводят Как по большому счету Лохов Правильно Не надо быть этими Лохами Но мы уже Уже нашлось масса людей Которые разобрались В этом вопросе Описали В массе литературе С массы Там всяких интернет ресурсов Об этом сказали Ну просто надо сесть Разобраться Ну есть информация Заходи в интернет Разбирайся Там нот Свою там как бы Линию даёт Да скажем Ну как бы Условно Страна в оккупации Центробанк чужой Там и так далее да скажем Ну дальше то надо строить Механизм жизнеустройства То есть какие Предложения дальше то надо Озвучивать Вот я говорю о кооперации Да скажем Здесь мы решаем вопрос Экономики Что в кооперацию Может любой вступить Любому найдётся место Мы решаем вопросы Нормального питания Мы решаем вопросы Экологии да скажем Это мой фронт Есть люди которые говорят Об истории Есть люди которые говорят Ребята никогда Мы не сидели на деревьях Нам 7500 лет да скажем А китайцам 5 да скажем А нам рассказывают Что тысячу лет назад Нас вообще не было Да скажем Ну допустим Эти люди на своём участке Воюют фронта Там кто-то говорит По нравственности Кто-то идёт И людям помогает Может быть это там Священник тот же самый Может быть просто добрый человек Творит добрые дела И это видят люди И понимают Что вот есть другой мир Кто-то сажает деревце Да скажем Какая-то старушка выходит Да скажем Покупает со своей пенсии Цветочек И вставляет его во дворе И это тоже война Это тоже Её маленькая победа Над тем миром Который мы себе построили Благодаря вот этим товарищам Которые научились печатать денег И залазить к нам в мозги Через телевизор И через всякие разные Свои средства массовой информации Через журнальчики Они тупо купили Все журнальчики Все каналы Да скажем Но извините Вот интернет появился Это тот меч С которым к нам пришёл враг Чтобы управлять нашими мозгами И это тот меч О котором погибнет Никто нам не запретит Через интернет Найти друг друга Получить информацию Разобраться И поступить так Как должно быть Хорошо Сергей Значит вот Раз мы заговорили Уже о каких-то Реальных делах То вот Александр Задает вопрос в эфир Если человек живёт В каком-то городе А вокруг нет людей Которые бы знали О кооперативах И хотели бы их создать С чего ему начинать Чтобы проинформировать Людей о кооперативах И пробудить у них Интерес к ним Вот такой практический вопрос Давайте так Расскажем Первая проблема Можно Никакой кооператив Не создавать То есть можно просто Найти людей У кого-то есть машина Этот человек Скажем Скинули себе вместе На бензин Отправили его в колхоз К фермеру Купить картошки Приехал Привёз 3 мешка картошки Каждый взял по мешку Кооперация Кооперация Юрлицо есть Нету Это на примитивном Уровне объединения Скажем Если мы хотим По взрослому Открыть магазин То есть тут уже Так не получится К примеру То есть это точка Которая подлежит Государственной регистрации Уведомления Надо в Роспотребнадзор дать Медкнижки персоналу получить Тут уже система То есть надо создать юрлицо Что за юрлицо Есть несколько схем Потребкооперации Ну как бы я говорю сейчас О потребительской кооперации О производственной потом Или в другой раз Вот Есть потребительские общества Скажем Это классическая система То есть есть у нас Центросоюз Я против этой системы Потому что Эта система Вот этот закон Написан Американцами По большому счёту Туда заложена Система Очень жёсткая Иерархическая Там скажем Центросоюз Ну централизации Власти То есть вступить легко В вышестоящее общество Выйти оттуда Практически невозможно Потому что кворуму Очень разных Вступить 50% Выйти три четверти От всех членов Скажем Там заложена система Толпа элитарного управления То есть получается Один раз Уполномоченные На участках Избираются И потом Как бы такое ощущение Что их можно вообще Никогда не перезбирать То есть одна элита Попала в власть Кооператива Потом не смещается Скажем Ну это По крайней мере опять же Если люди порядочные И нравственные Можно и на этом законе работать Есть закон у нас О производственных кооперативах И на сегодня На основании этого закона Можно строить Кооперативные отношения Есть там проблемы С созывом собрания То есть там получается Кворум большой очень Да скажем 50% от членов кооператива Ну тоже можно этот вопрос решать Вот И работать И заниматься Потребительской кооперацией В рамках производственного кооператива Есть закон О производственных кооперативах Если это сельская местность Да как бы Или это связано с сельхозпродукцией Есть закон О сельскохозяйственных Производственных О сельскохозяйственных Кооперативах Он регулирует И сельскохозяйственные Производственные кооперативы И сельскохозяйственные Потребительские кооперативы То есть законодательная база есть Есть типовые уставы То есть вот скажем Условно Мы этим тоже занимаемся То есть устав Производственного Сельскохозяйственного Кооператива Мы разработали Сейчас бьемся Уже в ближайшее время выложим на сайте, у нас там сайт есть, callhostsnap.rf, мы там пытаемся выложить, ну, пока на первых шагах мы только, да, но мы пытаемся выложить вот всю информацию о деятельности кооператива там, да, скажем, то есть сейчас будем выкладывать программу по открытию магазину, пошаговую, да, скажем, то есть то, что надо сделать для открытия магазина, то, что надо сделать для открытия производства. Будем брать, сейчас вот нам запустили систему ХАСП, это там, скажем, в Америке она внедрялась еще для космического питания, там корпорации все ее прошли, у нас 13-го года любой пирожочник должен иметь эту систему контроля качества продуктов, вещь хорошая, но в одиночку просто не разработать, это надо там 3-4 юриста по-хорошему, да, чтобы разобраться вообще в тех нормативных документах, которые ну, вот, регулируют деятельность точки общепита или какого-нибудь магазина связанного с продуктами питания, это в одиночку не сделать, это как раз кооперативы, давайте, ребят, так скажем, все кооперативы страны объединяются на любой платформе, на платформе хочешь там НОДа, хочешь там колхоз СНАБА, хочешь там, как бы, не знаю, любителей там каких-нибудь этих естественных картошек, не знаю, но на этой платформе объединяемся и усилий объединяем, да, скажем, смотрим тот типовой устав, который выложил я, скажем, да, критикуем, дорабатываем, оставляем в интернете для всеобщего доступа хороший типовой устав, да, скажем, выкладываем какой-нибудь ХАСП разработанный для пекарни, кто-то редактирует, кто-то говорит, ребята, а я вот то-то сделал, а кто-то говорит, а у меня вот хозяева там, американцы, да, как бы, они свое привезли, да, скажем, вот, давайте их версию возьмем и добавим к себе что-то полезного оттуда, да, вместе всем миром разработаем правила, по которым нам жить, да, то есть в любом случае нам не надо, чтобы в хлебе лежала там крыса или муха какая-нибудь, правильно, это правильно, что мы разрабатываем какую-то систему, которая, ну, защитит нас от вредных продуктов питания, ну, нельзя делать так, что маленькому фермеру какому-то, да, мы наваливаем массу норм и не даем возможности эти нормы как-то реализовать, да, скажем, в принципе, все наши министерства заточены на контроль, только на контроль, да, как бы, мы находимся на минном поле, то есть, получается, все наши службы, все наши надзоры, они расставляют мины, ну, как бы, законодательно расставляются мины иностранными агентами, да, как бы, а наши товарищи уже законопослушные исполняют эти нормы, да, скажем, то есть, а когда я говорю, ребята, ну, давайте, помогите мне, дайте мне образцы там каких-нибудь там типовых, не знаю, документов регламентных, дайте мне типовые там какие-то там, не знаю, документы, ну, то есть, каждая отрасль регулируется, это же труд отдельно регулируется, там пожарная отдельно, там сфера, да, скажем, там продовольствия, там уже и Роспотребнадзор, самопедстанция, ну дайте мне какие-то шаблоны, да, то есть я маленький пирожошник, дайте мне, пожалуйста, вот как у меня должен быть организован цех, то есть сейчас же получается размазали эти нормативные вещи в нескольких десятках нормативных актов, да, то есть скажи, если есть налоговый кодекс, и любой человек может ну залезть в этот налоговый кодекс и посмотреть, что там написано, уже ладно, судебная практика там разная, но ведь если взять сейчас, допустим, регулирует продуктов питания, куча там документов, принятых Таможенным Союзом, даже и не знают эти ребята, распространяется на них, не распространяется, но вот наша задача сделать единую, допустим, какую-то нормативную базу, прочитать, изучить, сделать документы в соответствии с нормативной этой базой, подстроиться под эту систему в конце концов, да, как бы не можем мы сейчас победить, не можем мы взять и изменить законы, да, на сегодняшнем этапе, да, может быть через 6 месяцев и это поменяется у нас возможность, да, появится такая, да, после выборов, но сегодня давайте подстраиваться, давайте трудиться с утра до ночи, давайте как бы не там телевизор смотреть, дом 2, да, скажем, а работать над этими нормативными документами, это наша война, да, скажем, то есть вот как бы вот там стоит враг, он хочет уничтожить будущее нашей страны, да, как бы он хочет уничтожить нас и наших детей, нам некогда заниматься ерундой, да, как бы мы должны построить систему, которая будет противостоять этому натиску, да, скажем, а натиск серьезный идет, да, понятно, то есть, допустим, люди действуют тут со всех этих проверяющих органах, вроде в мое благо, да, скажем, то есть он говорит, что молоко должно быть с такой-то жирностью, если жирность плюс-минус, это обман потребителя, да, к примеру, поэтому если я беру химию какую-то, да, и на хорошем, точном иностранном станке жирность молока отрабатываю, да, скажем, это нормально, да, как бы обмана потребителя нет, а если это фермер, у которого корова сегодня траву поела, завтра овес и жирность прыгает, он не знает, как там 2,5% ровно вывезти, да, как бы это уже будет обман потребителя, ну, давайте задумаемся в чьих интересах мы в конце концов действуем и давайте тогда выстраивать тоже, как бы, ну, понятно, что надо построить сейчас систему большую, то есть кооперация должна быть большая, критическая масса кооперации это не 5 человек, не 10 человек, и даже может быть не тысяча, но когда мы объединим 100 тысяч человек в кооперацию, да, скажем, по справедливым принципам, по справедливым законам мы разработаем все нормативные документы, наши программисты напишут общие программы для всех, мы построим свою логистику, это наступит обязательно, да, скажем, то есть вот из этих разрозненных очагов, из этих искорок, да, скажем, вот и разгорится то, ну, не пламя, будем говорить, кооперация будет, скажем так, построено справедливое общество на справедливых принципах а пока надо работать с утра до ночи ну, не работать, а трудиться, правильные слова надо использовать, трудиться во благо с утра до ночи и рано или поздно все будет сделано, то есть нормативная база есть? Ну, в общем, получается, пока занимайтесь на местах кто как может и обращайте внимание на ту нормативную базу которая уже существует. Объединяемся, да, скажи вот я что могу сказать, я, то есть, допустим, платформ там много существует, мы сейчас пытаемся вот, скажем, видеолекции какие-то начали там вот проводить семинары там до тех же колхозов и выкладывать в Ютубе да, ну, тоже первые шаги делаем, там у нас что-то может быть не очень хорошо получается, да, скажем ну, по крайней мере, по нормативке уже бы начать работу, то есть у нас выложен типовой устав сельскохозяйственного, производственного кооператива, сейчас доработаем потребительский кооператив, выложим схему, то есть нужны какие-то люди, которые помогут нам это красиво все нарисовать выложить в красивом виде на сайте уже бы начали с эти работы, то есть мы со своей стороны вот так вот сами это делаем, да кто-то это делает, ну, тоже работу, да, вот у нас сейчас с ребятами из Москвы взаимодействие налаживается, да, там есть сеть, там, продуктов здоровых питания, они уже прошли вот эти все интернет-фишки, да, как бы, они нам это дадут возможность, как бы, сделать у себя в провинции, скажем, интернет-торговлю, да, как бы, мы им можем помочь с поставками здоровых, там, круп тех же самых, там, муки какой-нибудь, мясо, там, не знаю, ну, вот вот так вот, да, как бы, то есть будем уже всем миром решать эти вопросы, помогать друг другу, у нас-то цель благая, цель построить мир, в котором наши дети, внуки, наши роды будут жить, ну, по другим законам, да, скажем, ну, это будет мир счастья, мир, в котором дети будут босиком бегать по траве, да, скажем, и улыбаться. Хорошо, так, следующий вопрос от Павла. Как думаете, сколько проживет кооператив, как только он затронет интересы власти имущих мировых корпораций? Уже мы об этом поговорили, ну, если что-то добавить, можешь что-то добавить. Если нет, то пойдем дальше. Да, и, как бы, корпорации этих боятся, скажем, ну, что нам корпорации дают хорошего, да, к примеру? В лес не ходить, да? Корпорации боятся в магазин не ходить. Да, ну, допустим, продукт, ну, готовы бы кушать, допустим, пить Кока-Колу, да, допустим, закусывать в Макдональдс, гамбургеры, готовы мы все к этому, да, к примеру? То есть, если нам корпорации предлагают, это же хуже фашизм, боже, да, к примеру? То есть, унификация идет к тому, что вот они сети, вот набор продуктов, да, как бы, там же нет ничего другого уже, то есть, это же, я хочу чеснок кушать наш, советский, там, российский, а не китайский, да, к примеру? Я не могу купить нашего чеснока, везде китайский чеснок. Я не хочу кушать яблоки, выращенные по этой голландской технологии, которые лежат неделями и не пропадают. Не хочу, да, скажем? То есть, что корпорация мне, то есть, допустим, ну, не будем мы с ней, в принципе, пересекаться, я не буду это покупать, да, к примеру? Вот. Есть фермер, объединимся и будем, как бы, непосредственно у него с грядки потреблять это. Сами приезжать будем и собирать, в конце концов, правильно, если уж совсем проблема с достатком. У каждого есть машина или большинство из нас. Хорошо. Ингварь, вопрос в эфир. А зачем мне знать, кто чем владеет? Мне важнее знать, что показывают, что пихают в еду и так далее. Не могу же я найти хозяина и повести его за вредные деяния. Вот я думаю, лет через пять, если продукт сделан кооперативом, да, как бы, то есть, каким-то известным кооперативом, да, это будет уже, ну, гарантия того, что этот продукт сделан качественно, потому что он сделан для людей, которые, ну, сами для себя его произвели, да, скажем. Если я не член кооператива, мне это покупать интересно. Если продукт сделан ради прибыли, что угодно, вы думаете, да, к примеру, ну, если пальмовое масло в три раза дешевле Коровьего, то его, ну, с гарантией, не знаю, сколько там тысяч процентов, будут класть, правильно? И ученых найдут, которые нам расскажут, что это прекрасная вещь, и лучше пальмового масла ничего нет, да, скажем. Но если это ради прибыли, то просто, ну, зачем там я, да, к примеру, зачем там я? Вот. А знать, кто хозяин корпорации, кто хозяин производства, ну, тоже нужно. Вот знаете, самая большая проблема, о которой мы не задумываемся, с моей точки зрения, вот в плане корпораций. Мы думаем, что все ради денег, да, как бы, вот здесь прибыль, деньги, как бы, ну, давайте так задумаемся. Если есть люди, которым принадлежат банки, которые составляют Федеральную резервную систему США, которые могут печатать доллары, ну, не могут же эти, эти люди могут опечатать деньги, да, скажем. То есть они могут опечатать их сколько надо. Они эмиссию делают, да, там, скажем, триллион долларов, там, или там, миллиард долларов, это эмиссия, как бы, да, вот это количественное смягчение, они управляют ими. И когда мы думаем, что все ради денег, да, скажем, это ошибка, ради управления. Эти люди управляют И деньгами, и корпорациями, и миром, и нашими с вами действиями, запуская, допустим, в эту отрасль большое количество денег, а в эту не запуская. Сюда этим странам давая кредиты по 3% годовых, а в этих странах устанавливая ставки в 25% годовых, да, скажем. Никакая экономика не может конкурировать, когда у тебя вот такая обуза на плечах, да, скажем. Когда у тебя тарифы в России каждый год поднимаются на 15%, да, как бы, а у них, скажем, стоят ровно. Ведь это же мировое управление, ведь не ради денег всё, а ради власти. То есть, получается, есть власть, настоящая власть, да, как бы не, она не в думах сидит, да, скажем, это власть, которая над думами, над государствами. И эта власть управляет через эти механизмы и экономические, и, там, идеологические, да, скажем, заражая нас неверными представлениями о мироустройстве. И мировоззренчески она нами управляет, заражая нас тем же эгоизмом вместо коллективизма, скажем, да. А уже, когда наступает война, это уже, получается, они уже не могут управлять, уже, получается, наши мозги не воспринимают их информацию, да, как бы, тогда они уже вводят оружие, да, скажем, а воевать-то мы умеем, слава богу, да. Они травят нас, но мы тоже уже разобрались, извините, ребята, если я сделал свой выбор, я отказался от алкоголя, я больше не буду пить, да, как бы, я не буду курить. Я уже это знаю, да, скажем, никогда уже я знаю это, потому что для меня это теперь не вопрос, прикольно это или не прикольно, это вопрос войны, да, скажем, то есть на войне нельзя быть пьяным, да, скажем так. Тем более, что это оружие геноцида получается. Поэтому разберемся мы со всем, все решим. Хорошо, Виталий, вопрос в эфир. А человек сам меняет систему и коллектив, приходя в коллектив или в систему, но сейчас все в точности наоборот, приходя в систему, над вами, индивидууми, будет работать, чтобы вы соответствовали взглядам системы или коллектива. Как этому противостоять, иными словами, как не заразиться? Ну, вопрос вот системы, да, скажем, есть системы мировоззренческие. Вот я очень долго не мог понять разницу идеология и мировоззрения, да, скажем, вот сейчас я эту разницу понял. Мировоззрение — это те фундаментальные законы человеческого мироустройства, которые, ну, скажем так, кто пусть считает, что даны Богом, кто верит Богу, да, скажем, кто пусть считает, что это законы общественного развития, да, скажем так, но вот по-другому не может быть. Моё мнение такое, да, скажем, то есть или мы живём во благо всех и себя в том числе, да, скажем, или мы живём во благо себя, но этим мы себя убиваем. Нельзя в этой войне победить. В войне всех против всех. Когда я против всех остальных, мои интересы выше интересов всех остальных. Это война получается. А когда мои интересы и интересы других людей в гармонии находятся. И мне и всем другим может быть хорошо. Неужели нам так много надо в этой жизни? Мы же не можем съесть больше, чем весим. Это все вполне возможно создать. У нас достаточно и земли, и ресурсов на этой планете, чтобы построить справедливое общество. И всех накормить. И всех снабдить необходимым. Давайте так скажем. 11 миллионов продавцов. Пусть хотя бы каждый из них. В моем городе в советские времена было 27 аптек. Сегодня их более 500. Каждая аптека это 50 тысяч аренда, 50 тысяч зарплата персонала, всякие налоги и так далее. Представляете, каждая аптека это лишних 150 тысяч. Это не прибыль даже, это затраты на ее содержание. За что я плачу эти деньги, покупаю лекарства? За шаговую доступность в виде через один дом. А раньше было через 4 дома надо было ходить. Из-за чего это? Этих людей некуда девать. Система их загнала в продавцы, потому что в производственном секторе 10 колхозников с хорошими тракторами производят то, что раньше 10 тысяч человек с плугами не производили. Получается, вместо того, чтобы сокращать в производственном секторе количество рабочего времени, мы продолжаем строить паразитарную систему. Все больше продавцов будет. Будет не 500 аптек через 5 лет, а 1000 аптек. Потому что получается, та наценка, которую аптекарь получает, им хватает возможности питаться, а колхозник по-прежнему на 8 тысячах рублей или на 5 тысячах рублей в месяц. А всех этих товарищей кормит зерном. И вот разница ценовая. Те люди, которые миром управляют сюда, в эти секторы экономики, направляют деньги. Там перепроизводство создают, тут дефицит создают. Монополизируют полностью знания. Те же самые фармпрепараты. Что сейчас происходит? Кто-то взял и получил лицензию на то, что там, скажем, обществу принадлежит, научное открытие какое-то. И установил цену на этот препарат. Он теперь дорогой, наценка большая. То есть все фармацевтическая отрасль в шоколаде, к примеру. А зерно, оно по-прежнему перепроизводство создается. Много людей занято. В общем, систему надо менять от паразитарной системы, уходить в человеческой. По-другому никак не получится. Ну да, молока все меньше, потому что коров меньше, а пальмы почему-то растут очень быстро и хорошо. Александр, вопрос в эфир. Какие имеются в законодательстве РФ законы, описывающие права кооперативов? Какая поддержка может оказаться кооперативу со стороны государства, общественных или каких-либо других организаций? Кстати, вопрос по существу благодарю Александру. Ну да, основные законы я уже назвал. То есть закон о потребительских обществах, закон о производственных кооперативах и закон о сельскохозяйственных кооперативах. Это три кита, которые можно изучить и на них работать. Господдержка кооперативам. Единственная такая более-менее живая и действенная поддержка. Есть сельскохозяйственным кооперативам и потребительским, и кредитным потребительским, и производственным. Да, вот в последнее время, вот уже два года работает программа поддержки потребительских кооперативов. То есть там заложены гранты на создание молочных кооперативов, покупка оборудования молочного кооператива, мясоперерабатывающего и овощного. То есть это реальные деньги, но пока небольшие деньги. И вот, скажем, знаете, очень показательно количество денег, выделяемого государством на кооперацию и на поддержку, допустим, индивидуальных фермерских хозяйств. Вот как бы получается, у нас в Крайтом в прошлом году, по-моему, было выделено что-то порядка 260 миллионов на крестьянские фермерские хозяйства, на животноводство. То есть поддержка выделена на то, чтобы крестьянские фермерские хозяйства, у которых тоже цель индивидуальная, прибыль получения, индивидуристические такие организации. Чтобы, скажем, увеличили они количество животных, производимых фермеры. Ну, сбыта у фермеров как не было, так и нет. А вот по программе, которую мы очень долго там, скажем, ждали, это поддержка, допустим, тех же боин, тех же колбасных цехов, было выделено 5 миллионов. Представляете, 265 миллионов выделено на то, чтобы коров больше произвели, и 5 миллионов на то, чтобы этих коров можно было в кооперативных каких-то, ну, причем бойню за 5 миллионов не построишь, забить, да, скажем. То есть вот отношение государства, то есть как бы заявлена поддержка кооперации, да, а на деле, получается, она, ну, скажем, для молзавода, для бойни, для овощехранилища, это не деньги. 5 миллионов это нереальные деньги. То есть в программе заложено до 70 миллионов на молзавод, 50 миллионов на бойню, там, скажем, и 30 миллионов на овощехранилище. Но реально деньги выделяют совсем копеечные, да, как бы это уже второй год, и в этом году тоже самые деньги копеечные поступают. Но, тем не менее, это есть, да, скажешь, то есть небольшой молочный кооператив уже может первые шаги сделать с этим грантом. То есть, скажем, 3-5 фермеров могут объединиться, создать потребительский сельскохозяйственный кооператив и получить грант по программе вот этой поддержки там сельскохозяйственных потребительских именно кооперативных. На сайте Минсельхоза это можно найти, эти программы есть. Хорошо. Когда ты говоришь про бойни, мне так это коробит, потому что представление бойни, кто вообще вот хоть раз приближался к этому заведению, это ужасное. И там атмосфера своеобразная, и запахи, и звуки, и то, что оттуда выходит. Я, кстати, вот недавно по рынку шел, такой рынок сделали цивилизованный, вроде все хорошо, замечательно. Тут в небольшом городке раньше все это так на улице стояло под навесами, а теперь все там загнали в трехэтажный такой современный. Ну, страшное зрелище, на самом деле запахи ужаснейшие, когда проходишь мимо этой трупятины. И уж извините, пожалуйста. Так что... Лев Толстой говорил, не было бы боин, не было бы войн. Но это отдельный разговор, да? Да, отдельный разговор, но просто цитата Толстого как раз к месту приходится. Дальше, Ингварь, вопрос в эфир. А в Москве что за сеть, связанная с вами? Тоже такой вопрос практичный. Нет, у нас в Москве никаких сетей нету. Как бы мы тут самые только первые шаги делаем у себя. Но на перспективу, конечно, надо будет выходить и на все регионы. Ну, скажем, в Москве полно сетей, да, как бы, то есть есть вот, допустим, я насколько знаю, сети, которые вроде натуральными продуктами торгуют. Но там принцип капиталистический. То есть у этой сети есть хозяин. Или один человек, или там два, как бы. Но это ООО. Или акционерное общество, да, как бы, цель прибыли, извлечения. Да, как бы, чтобы заработать прибыль, они все что угодно расскажут о натуральном. И даже привезут натурально. И, может быть, даже они благим делом занимаются. Но будущего за этой схемой я не вижу. Я вижу схему, когда потребитель становится хозяином производства. Производит себе столько, сколько нужно. Вот согласитесь, что, наверное, вот, как бы, избедение каждые три месяца айфонов, да, как бы, ну, оно неоправданно, да, скажешь. То есть так получается. Вот я не хочу каждый раз платить, там, 60 тысяч за новый айфон. У меня вообще, кстати, нет. Но это ты не хочешь. Это ты не хочешь. А люди привыкли к тому, что надо платить. Ну, там же, ну, ничего не появилось, да, по большому счету. Я вот вынужден, покупая новый компьютер, покупать, скажем, у меня есть Excel, там, ну, не знаю, какой год, а мне в Excel, в таблице, нужно сложение, умножение, вычитание, там, и деление, да, как бы. То есть то, что было 15 лет назад в Excel, меня устраивает, мне ничего нового не нужно. Но я вынужден платить новые деньги за новую программу, да, скажешь. Ну, потому что те люди, которые это все производят, они хотят, чтобы это колесо постоянно крутилось. Чтобы я все время что-то потреблял, чтобы я, ну, не было у меня времени ни книжку почитать, да, скажем, ни задуматься о мироустройстве, да, скажем, ни погулять с детьми на природе по травке, да, как бы, чтобы я все время был в этих жерновах, да, как бы. Они управляют этим миром, они мне дают законы, я все время должен менять машины, должен постоянно там покупать крутые шмотки какие-то, постоянно менять телефоны. Ой, у тебя старый там ноутбук какой-то, да, как бы, а ты должен же уже на Apple. Ну, понятно. А что ты хотел-то? Ну, пока коров становится меньше, надо кого-то доить. Знаете, когда, вот я сейчас скажу то, что я вижу, да, как бы, когда мы начнем делать свои автомобили, это будет электромобиль как минимум, да, скажем, у него колеса будут с электромоторами, вместо двигателя внутреннего сгорания и коробки передач у него будет аккумулятор, да, скажем, этот аккумулятор будет заряжаться, ну, на 700 километров его хватит, да, скажем, эта машина будет напечатана на цветном, на 3D принтере, то есть, скажем, из биоразлагаемого пластика, да, к примеру. И если я стукну ее, да, к примеру, я просто крыло беру, кидаю в печку, оно переплавляется, мы печатаем новое. Вот, представляете, насколько эта машина будет дешевле и долговечнее, чем то, что сейчас, да, к примеру, двигатель внутреннего сгорания по сравнению с электромотором вечным. Электромотор будет работать, ну, не знаю, сколько лет, да, к примеру, или машина, которая будет ездить на спирте, да, сделанного из зерна здесь в своем колхозе, да, скажем так. Или лучше из навоза, зачем зерно-то, зерно для другого, из навоза поинтереснее. Ну, из навоза биогаз можно сделать, да, скажем, я, ну, вот просто... Да, там и биогаз сделается, там и спирт получится. Да, если, давайте, скажем так, я по колхозному помечтаю о будущем компьютеров, да, скажем, вот у меня сейчас, получается, оперативная память кончилась, мне надо менять ноутбук, да, у меня жесткий диск был 500 гигов, теперь мне надо терабайт покупать. Давайте так, скажем, мой компьютер будущего будет, это хорошая качественная матрица с очень мелким зерном, да, что ее уже не надо будет менять, да, как бы уже, скажем, не точки будут на экране, а самая замечательная картинка, да, к примеру, хороший Wi-Fi какой-то, да, там, модем, связь с интернетом, да, как бы, и пусть все будет в облаке, и расчеты, и жесткие диски, пусть программисты там терабайт увеличат, но у меня будет вот этот ноутбук, состоящий из клавиатуры Wi-Fi модуля и экрана, его не надо будет менять, на нем могут мои дети и внуки работать, согласны с этим, если мы его сделаем из хорошего, качественного материала, да, как бы, ну, там, хорошая стиль, там, матрица, чтобы не билась она, да, к примеру, крепкие, там, надежные, не пластмассовые, там, может быть, другие какие-то материалы, титановые, может быть, ноутбуки. Понятно, в общем, ты противник развития технологии, ясно, и ты доверяешься. Стоп, 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 и ты доверяешь свои все данные в облако, откуда их очень легко спионерить, и потом... А, понятно, ты открытый. А что без крыльев? Ты честный гражданин, ну, понятно. Вот подумай о том, что, вот если мир, в котором бесплатно продукты раздаются, их можно сделать столько, понимаешь, у меня сейчас, вот, мои хозяйства, если брать колхозы, да, к примеру, раньше, в советские времена, один колхоз держал 70 тысяч баранов, представляешь, сколько шерсти они давали, сколько там мяса, да, как бы, вот. Вот сейчас 7 тысяч, 5 тысяч, и некуда их продать, то есть мы могли бы сейчас завалить там шерстью натурально, мы ходим все в синтетике, а могли бы ходить все в шерстяных замечательных вещах. Сергей, коноплю, коноплю будем выращивать? Коноплю будем выращивать для тканей, да, скажем так? Для тканей, ну, конечно, конечно. Она же не гниет, ничего там не делает, то есть, ну, как бы, ну, не надо... Для тканей, для лекарственных средств. Можно сразу начинать курить там или варить, да? Нет, само собой, нам, мы с наркоманами, нам с наркоманами не по пути, мы про то, что конопля должна занять на полях свое место, законное место, но надо тогда как-то перестроить этих дурачков, которые не понимают, зачем конопля нужна, они ее употребляют не по назначению, то есть курят. Конопля это все-таки, это, как ты правильно сказал, это ткани, это пенька, веревки различные, это хорошие масла, это различные лекарственные препараты, экологически чистые. Да вообще много что хорошая, правильная конопля может делать, кроме как всякие глюки для идиотов. Алексей, когда мы начнем задумываться обо всем, вот, как бы, правильно, вот, скажем так, моющие средства, да, скажем, ну, давай просто посмотрим, с чего они сделаны, что там остается на тарелке, сколько воды надо потратить, чтобы это все смыть, да, как бы, и условия. Словно, да, как бы, ну, может быть, какие-то другие натуральные препараты, то есть у меня здесь знакомый горчицы мой, да, там, скажем, или содой пользуются. Уже это выбор человека, это он уже, ну, скажем, взял сам и сделал свой выбор, он говорит, что я не хочу свою природу за, ну, портить, да, как бы, спать. Ну, понятно, понятно. Ладно, мы об этом можем поговорить в следующей передаче, давай еще добьем вопросики, у нас осталась совсем маленькая такая часть, один вопросик. Гать задал вопрос, как, по мнению соведущего, молоко может, настоящее от себя добавлю, настоящее молоко может конкурировать с белой водой, продающейся в магазинах? Ну, белая вода, это, наверное, то, что вот эта долгоиграющая, бесконечно долго не киснущая смесь, которая, я просто говорю, ребят, вы возьмите гуаши, разведите, она будет полезнее, чем вот эта дрянь, которую вы молоком называете. Ну, я так смотрю, говорят, ну, как же так, гуашь нельзя пить, я говорю, а вот это разве можно пить? Вот эта вот дрянь, которую вы себе наливаете, вы же подкрашиваете кофе, чай, это в чем нравится? В самом вопросе стоит вопрос конкурировать, да, как бы спорить и воевать. Давайте так скажем, если я для себя произвожу молоко, я произвожу молоко, да, как бы, то есть у меня цель, меня, моих детей, моих товарищей, да, скажем, моих соратников, напоить молоко, если кто его пьет, да, к примеру. Вот, мы ни с кем не конкурируем, понимаешь, тут как бы отчебничать, мы ни с кем не воюем, мы победим, потому что мы никого не собираемся побеждать. Тут смотри, что получается, мы просто создаем, покупаем землю кусок, да, как бы, берем юристов, которые будут отстаивать эту землю, да, скажем, в нашей собственности, чтобы никто не залез, да, к примеру, со стороны. Покупаем коров, да, к примеру, заводим там молочное производство, выращиваем траву и пьем это молоко. С кем мы конкурируем? Хочешь пить со мной молоко, присоединяйся в кооператив. Хочешь пить воду украшенную, пожалуйста. Ну, понимаешь, о чем речь? Нету никакой конкуренции. Мы построим другой мир в отдельно взятом колхозе, в отдельно взятом регионе, в отдельно взятом там субъекте Российской Федерации. И каждый может свой мир построить. Понимаешь, вот почему нас нельзя будет победить? Каждый это сделает сам, для себя, для своих детей, потому что уже проблема настолько острая. Вот, знаешь, болезни, да, к примеру, ведь каждого из нас может прижать в любой момент, да, скажем, через полчаса у кого-то начнется почечная колика, да, к примеру. И он задумается, от чего это у него началось, да, как бы. У кого-то изжога не прекращается годами. Пусть он подумает, от чего это все происходит. Пусть он проанализирует то, что он потребляет в пищу, так скажем, да, к примеру. Ведь это же тот фактор, от которого никто не застрахован, да, к примеру. От этого уже не уйти. Это всех касается и больших мира всего, и сильных, и слабых. Отравленный воздух отравленный. Да, мы же все пьем воду уже из кулеров, правильно? Мы же загадили свои реки и пьем теперь воду из пластмассы. А что это за пластмасса? Кто ее дед? Из чего ее делают? Ну, это же бред. Ну, вот просто, это же, ну, ненормальная ситуация. Ну, понятно, мы сейчас в первой части эфира уже возвращаемся, а нам бы пора уже заканчивать эфир. Эти мотивы, да. Ну, смотри, смотри, какая ситуация. Значит, давай подводить уже итог сегодняшней нашей передачи. И давай еще раз скажем о том, почему все-таки нам необходимо переходить на новую экономику потребительской кооперации, в чем ее выгоды и как просто сделать. Вот просто вот одной фразой, одним абзацем попробуй подвести итог встречи. Сравним. Когда человек что-то делает для себя или когда человек ради чьей-то прибыли это потребляет, да, скажем. Вот просто для себя, да, к примеру, то есть мы все вместе произвели для себя, ну, что-то там, я не знаю, автомобили, балоко, там, все что угодно, да, вещи. Но ведь качество произведено. Вопрос, можем ли мы все вместе, так же, как действуют капиталисты, нанять хорошего маркетолога, нанять хорошего менеджера, хорошего технолога, хорошего юриста. Мы как объединение людей. Да, давай пока в этой парадигме действовать, которая есть, современное капиталистическое общество, капиталистические законы. Мы объединяемся в юридической форме кооператива. Мы нанимаем тех же людей, что и капиталист, но целью ставим не получение прибыли отдельно взятого товарища, а совместное благо, совместное гармоническое, как бы, существование. Плюс ко всему наша земля еще, чтобы при этом не засорялась. Плюс, чтобы мы не заболели, потребляя вот это все. Вот цели. Свои врачи, свои учителя, свои технологи. Это лучше, чем чужой человек. То есть, как бы, ну, кто лучше меня обо мне позаботит? Неужели мы думаем, что тот хозяин какой-нибудь сети, который же уже принадлежит и производства, думает обо мне? Он думает о своей прибыли. И эту прибыль он максимально может получить, если я буду потреблять все больше и больше, если я начну болеть и потреблять еще новые виды лекарств, которые, скажем, я раньше не потреблял, если я буду с утра до ночи его потреблять, какие-нибудь там те же самые фильмы смотреть, которые он мне... Ну, как бы, это цепочка, да? Как бы он мне этот колесо, как белку меня загоняет, чтобы я там бежал, бежал, бежал и не останавливался. А я хочу из этого колеса уйти, да, к примеру. Ну, я сам для себя, наверное, лучше сделаю, да, с товарищами, с соратниками, с единомышленниками. Мы вместе сделаем для каждого из нас и для всех вместе лучше, чем, вот, как бы, тот товарищ, который нами управляет. Кому все это принадлежит, это важный вопрос, понимаете, как бы, это очень важный вопрос. Когда мы смотрим рекламу, что это сделано с любовью для меня лично, давайте просто проанализируем, кто человек, стоящий из этой рекламы, куда эта прибыль попала, да, скажем. Вот и все. То есть, ну, лучше нас никто о нас не позаботится. Хорошо сказал. Золотые слова. Юр, хотя связь у тебя иногда, так, скажем, не очень хорошая и звук пропадает, но все-таки, если ты еще с нами, то тоже от себя коротенько буквально вот что-то скажи в заключении эфира. Не очень длинно, потому что, на самом деле, связь плавающая у тебя и слышно не всегда хорошо. Ну, коротенько так, ну, на немного. Значит, то, что сказал Сергей Иванович, это все развивается в определенном направлении. То есть, очень узкого, такого, то есть замкнутого, можно сказать, решения, только вот для определенной группы людей. Как бы оно возможно. То есть, это возможно. То есть, эти люди, они, в принципе, сами себя обеспечивают, они сами выходят из системы, где им навязываются продукты питания, там, и другие услуги, там и так далее. И они решают свою проблему. Но важнее в этом плане повлечь людей не просто в решение вот три собственных проблем, да, а в идею вот этого коллективного объединения ради того, чтобы решить более глобальную проблему. Дело в том, что, скажем так, есть замкнутые общества, там, я, насколько знаю, в Испании, там, ну, вот, Сергей Иванович, наверное, лучше даже знаю, чем я. Которые сами себя обеспечивают, то есть, прям районы, которые, как кооперативные районы, которые сами себя полностью обеспечивают. Но это не решает проблемы в Испании. А, скажем так, то, что возможно сделать, это реально возможно. И я уже приводил примеры, и в том числе, пока практика работы, вот, создание Советского Должна Ордского Общества это показывает. Возможно, через вовлечение, вот, именно правильно, с пониманием, то есть, самое кооперативное направление, то есть, работы, скажем так, территориального самоуправления, возможно решать проблемы уже на уровне территорий, на уровне районов, на уровне даже областей. Вот один пример могу привести. Советы Гражданского Общества Александровского района подготовили порядка 700 предложений. Треть из них была уровня, скажем так, районного, треть была областного, а треть вообще федерального. Так вот, некоторые из этих предложений, несмотря на то, что это всего лишь было Александровский район в Владимирской области, так сказать, надо пояснить, были приняты, то есть, такие решения были приняты, ну, например, так, скажем так, в Владимирскую область уезжают люди из Москвы, из Московской области на отдых на лето. И там они, скажем так, трудности с дорогами, соответственно, старые дороги, там, медицинское обеспечение хромает, там, и так далее. Так вот, можно сказать, на федеральном уровне правительство Москвы и Московской области решило проблему для жителей Москвы и Московской области, которые уезжают в Владимирскую область. Всего лишь по предложениям какого-то там совета, это именно гражданин, не какого-то там, ну, то есть, это объединение людей, там, несколько человек, можно сказать, в Александровском районе. Просто нужно знать и начинать работать в правильном направлении. В направлении того объединения людей надо узнавать у людей, как они работают, и начинать работать самому. И тогда будут сдвигаться даже, можно сказать, нерушимые стены, которые казались нерушимыми. Просто нужно знать и учиться, как эти стены двигают. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, благодарю участников нашего эфира Сергея Ивановича и Юрия Алексеевича за столь интересное повествование, за пламенные речи. Сам неоднократно пытался призывать таким же образом, сам неоднократно пытался как-то пробудить людей. Вижу, что я не один, и это радует. Видно, что количество людей, которые горят желанием что-либо изменить в державе, увеличивается. И я счастлив в том, что соратники такие приходят к нам на радио и делятся своими мыслями, делятся своими наработками. Уверен, что победа будет за нами. Как бы ни старалась мракобесия, как бы в агонии ни билась, конец ее близок. И это очевидно любому. Тех, у кого хоть есть капля, капля доли какая-то от здравомыслия, которых втянули в эту грязную игру, в эти какие-то грязные делишки. Еще у вас есть возможность одуматься, понять, что время негодяев заканчивается, наступает другая эпоха, другие вибрации, другие взгляды на жизнь. Мир меняется, ситуация в мире будет обязательно меняться, и она уже меняется, народ просыпается. Поэтому те методы, к которым вас, может быть, принудили, или вы по неведанию в них включились, они перестают действовать. Так что еще есть время вам это осознать. И, как это часто бывает, в конце войны те люди, которые воевали на стороне неправды и это осознали, они, как правило, переходят на другую сторону. Говорят, да, был виноват, не осознавал, не понимал, теперь прошу дать мне возможность исправиться, готов для Родины сделать это, искупить свою вину тем-то, тем-то. Вот такое сейчас положение дел, такая возможность у вас есть. Видно, что идет война, видно, что пробуждаются люди, много очень здравомыслящих людей появляется, причем и в структурах власти, хотя я сегодня позволял такие откровенные наезды, но для того, чтобы что-то у нас получилось в эфире, что, как говорится, не сделаешь, да, вот, и такие небольшие провокации с моей стороны здесь были, но видно, что кое-что все-таки меняется. К сожалению, не везде и не у всех, но тенденции есть, и в очередной раз призываю, если вы здравомыслящий человек, хоть чуть-чуть, вы это осознаете, если вы понимаете, что время пришло, вы включитесь в дело. Другого варианта у вас нет, просто нет, вас со временем вытеснят, сожрут такие же, как вы, потому что места там маловато становится и будет активироваться возня за мелкие ваши стульчики и престолы, и будет там бойня. Поэтому в ваших же интересах начать жить по совести и изменять ситуацию к лучшему. Пора работать, пора трудиться на державу, на наше державное строительство, чтобы всем в этой державе было хорошо, чтобы все коренные народы себя ощущали народами, чтобы каждый народ мог проявить себя так, как ему предназначено свыше, а не так, как здесь кто-то в мутной водичке пытается свои какие-то правила сделать. Только вместе, живя по совести, по конам наших предков, мы можем что-либо изменить в лучшую сторону. Только вместе мы непобедимы. А к тем, кто сидит, как мудрый пескарь в своих раковинах, выглядывает в окошко и всякие умности высказывает, я хочу обратиться и сказать, вы хотя бы не мешаете тем, кто желает что-то сделать для вашей же пользы, для пользы державу. И в конечном итоге вы уж делаете хоть что-нибудь, но хоть что-нибудь, вы же не памятник в конце концов, но вы же можете что-то сделать. Итак, у нас сегодня на одном из современных календарей 26 мая 2016 года четверг, на одном старинном пятый день месяца ветров 7524 лета вторник, мы говорили о новой экономике потребительской кооперации. С нами сегодня был Сергей Иванович Грошев и Юрий Алексеевич Тяжелов. Я обращаюсь в заключение ко всем, кто нас слышит, с следующим призывом. Первое. Если у вас есть чем поделиться, если вы открытый, честный человек, который радеет, болеет за державу и хочет эту державу выстроить так, как она должна быть, чтобы, как я говорил, все жили по совести и не было у нас проблем, у всех наших коренных жителей, да и вообще во всем мире, то, пожалуйста, приходите на радио, делитесь своими знаниями. Мы за это вам денег платить не будем, потому что нам тоже никто за это деньги не платит. Мы работаем и трудимся, мне больше нравится слово «трудимся», именно, как я и говорил, на строительство державы. Вот. Для этого вам нужно на сайте найти, на нашем сайте slalomir.org, найти словечко такой формы обратной связи или обратная связь, и там написать в редакцию со своим предложением эфира, потому что часто доходит до анекдотичных каких-то ситуаций, когда люди где-то пишут, где я совершенно не появляюсь, и потом говорят, ну как же так, я там три раза писал. Но это сродни тому, как маленький мальчик писал на деревню дедушке, и в надежде, что дедушка его прочтет и обратится к нему, и заберет его из нехорошего, как ему казалось, места. Также напоминаю, что Народное славянское радио существует только благодаря поддержке радиослушателей. Мы делаем все возможное, чтобы радио было информационным, чтобы разнообразные были эфиры, чтобы мы являлись объединяющей площадкой, именно объединяющей площадкой, где высказываются различные, иногда, может быть, в чем-то противоречивые точки зрения, но мы даем высказываться, потому что мир, он очень интересный, он очень разносторонний. Невозможно его дуально представлять, хорошее или плохое. Он, во-первых, объемный, во-вторых, многомерный. Помимо вот этого трехмерного объема, он еще более многомерный. И здесь необходимо иногда слушать те мнения, которые, на первый взгляд, кажутся странными. Поэтому не судите очень строго пианиста, да, он играет как умеет, но мы стараемся для всех, для нас. Также напоминаю, что сейчас идет сбор денег на написание сайта, очень хорошего и правильно, чтобы всем было понятно, чтобы он работал, этот сайт, на всех платформах, и на наладонниках, и на стационарных компьютерах, и чтобы он быстро открывался, и чтобы там можно было размещать больше информации. В общем, вот в этом направлении сейчас идет работа. Я говорил, что сумма от 100 до 150 тысяч уже обозначена. Это полностью все-все-все, учитывая все-все-все расходы. Так что, если есть желание, то, пожалуйста, включайтесь, помогайте. Сервер там еще нам предложили кое-чего до него докупить. Сейчас решается вопрос, там память увеличить и так далее. Но это все текучка. И также еще напоминаю, что у нас помимо сайта есть социальная славянская сеть, первая социальная славянская сеть, где вы можете открыто общаться. Никакие ваши данные никуда не будут слиты, это мы вам гарантируем. Дальше есть форум, где очень много различной информации. Ну, естественно, есть вот этот чат. На 7 я с вами прощаюсь. Желаю вам всего-всего самого-самого доброго. С вами был Народный Союз. С вами был Народный Союз.